Добрый день, меня зовут Евгения, я представляю фонд имени Миклуха Маклая. И рада вас всех приветствовать на международной конференции, которая соединит сегодня Россию и Индонезию. Сегодня будут освещаться четыре темы. Язык конференции русский с синхронным переводом на английский язык. Справа от кнопки демонстрации экрана у вас есть перевод. Здесь можно выбрать английский язык. И вы будете слышать синхронный перевод. Я хотела бы сейчас представить Николая Николаевича Миклуха Маклая, основателя и директора фонда имени Миклуха Маклая, ведущего специалиста Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии НАЛОГ. Николай Николаевич, передаю вам слово. Спасибо, Евгения. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, участники конференции. Для меня большая честь открывать эту конференцию. Российские деятели науки и культуры как мировое явление – это тот проект, который мы начали осуществлять некоторое время назад. Цель его в наших социальных сетях и на сайте – подготовить достоверную информацию. И в наших социальных сетях и веб-сайт – подготовить достоверную информацию, которая будет интересна для широкая аудиенция. ...ресурсам России и тем самым наладить наш диалог для того, чтобы можно было видеть, кто за этим стоит, за всем, кто работает совместно. Мы организуем вот эту конференцию. Я очень рад, что интерес к этой конференции, огромный у нас заявок на участие, многим больше, чем есть возможность Зума. И я обязан предупредить, что все, кто на этой конференции смогут получить информацию и кто в течение всей этой конференции будет участником, получат и диплом участника, и, конечно же, всю информацию по электронной почте, для того, чтобы можно было ознакомиться дополнительно с материалами. Нам очень повезло, что конференция действительно имеет очень высокий международный уровень благодаря составу спикеров. Это люди, которые действительно высокопрофессиональные. Сегодня у нас и представители посольства, и представители Российского центра науки и культуры, также Российской академии наук, Института востоковедения, Петербургского государственного университета, точно так же Первого московского медицинского университета Сеченова, Центра международного образования Первого московского государственного медицинского университета Сеченова. И также наши спикеры – это Институт филологии и международной коммуникации Казанского федерального университета. Это ассистент кафедры русского языка. Также ведущий специалист отдела по работе с иностранными абитуриентами Сибирского федерального университета будет представлять свою тему. Член молодежного совета нашего фонда расскажет о том, какие путешествия были Миклуха Маклая. Но и темы, которые мы сегодня будем освещать, они абсолютно разноплановые, интересные, объединены самым главным. Это и история взаимоотношений России и Индонезии, история путешествий Николая Николаевича Миклуха Маклая, выдающегося исследователя океании, и человека, который посещал остров Новая Гвинея и, соответственно, связан с Индонезией своими путешествиями. Также будет возможность узнать подробности о возможном получении российского образования, наладить эти контакты. И, конечно же, о том, как начать изучать русский язык, потому что это язык, на котором говорит более 300 миллионов человек во всем мире, и все больше и больше интересуется изучением этого русского языка. Мы будем говорить также и о Александре Сергеевича Пушкина, потому что проект сам «Российские деятели науки и культуры» на примере личностей на данном этапе рассматривает две фигуры. Это, конечно, Александр Сергеевич Пушкин и Николай Николаевич Миклуха Маклая, который, как я ранее сказал, путешествовал и много вложил для того, чтобы мир стал чище, интереснее и лучше. О чем вы узнаете сегодня на нашей лекции? В первую очередь, для меня большая честь сейчас представить представителя посольства, российского посольства в Индонезии. Это Олега Владимировича Копылова, советника-посланника Российской Федерации, который сейчас и откроет нашу конференцию. Олег Владимирович, вам слово. Спасибо большое. Николай Николаевич, здравствуйте. Меня слышно? Меня слышно сейчас? Да, все в порядке, вас слышно. Николай Николаевич, приветствую вас, приветствую всех уважаемых участников. Давненько мы не виделись, Николай Николаевич, давайте уже после всех этих пандемий приезжайте к нам. У нас тут ждут великие дела, и мы, так сказать, очень по вам скучаем. Так что, пожалуйста, приезжайте. И вот тут даже такая идея появилась, что, да, ведь, если говорить о Николая Николаевича Михайловича Баклая-Старшем, да, в основном люди знают его труды, скажем так, с Папуаново-Гвенейского угла, да, и, наверное, не все, особенно здесь, в Индонезии, знают, что он, помимо посещения острова Новая Гвинея, многие годы изучал жизни, быт народов здесь, в Юго-Восточной Азии, в частности, на Индонезийском архипелаге, на Сулавесии и других островах. Да, мы не все знают о том, что, да, он был, насколько я понимаю, первым европейским исследователем, который писал обращение к генерал-губернатору Нидерландской Индии, где, собственно говоря, помимо прочего, уже писал и обращал внимание на те проблемы, которые, так сказать, колонизированные народы испытывали, торговля людьми, пытки и так далее, и так далее. И он это все, что называется, придавал огласки, и, мне кажется, что он помог большому количеству людей. И, мне кажется, что вот наши уважаемые докладчики, именно вот этот индонезийский срез работы Миклуха Маклая сегодня подсветит, как я понимаю, будет очень интересно послушать. Вот, недаром, в конце концов, у нас в 2011 году установлен бюст, памятник Николаю Николаевичу в Жакарте. Вот, это тоже, по-своему, символично. Говоря в целом о том, значит, о предмете нашей конференции, действительно, очень здорово, что такие проекты есть. Мы сейчас все переходим, перешли уже такой, в основном, в онлайн-формат общения, что, на самом деле, может быть, в какой-то степени лишает нас непосредственно общения, так сказать, сидя друг перед другом, но расширяет, тем не менее, географию участников нашей современной технологии, и можно будет пообщаться людям из разных точек мира. Насколько я понимаю, и индонезийские... Мы участвуют, мне кажется, будет очень полезно, чтобы наши индонезийские братья знали о том следе, который наши гуманисты оставили здесь в Индонезии, и насколько судьбы наших народов взаимосвязаны. Это очень важно. Мы здесь, будучи в посольстве и во взаимодействии с представительством Россотрудничества, с уважаемым Виталием Сальчим, помимо, как вы понимаете, продвижения политического, экономического сотрудничества с Индонезией, пытаемся уделять, насколько возможно, максимальное внимание продвижению так называемой мягкой силы нашей российской здесь. И это значит, в основном, да, это работа с молодежью. Мы часто встречаемся с молодежью, студенчеством, со школьниками, приглашаем к себе, ездим к ним, рассказываем об истории российско-индонезийских отношений, о том, как мы на самом деле похожи между собой. И это, вы знаете, встречает огромный отклик со стороны индонезийцев, прежде всего молодого поколения, а также тех, кто в свое время был связан еще с Советским Союзом, с Россией, учился, ходил и ходит на курсы русского языка в Джакарту, тоже в Российском Центре Науки и Культуры. Это очень важная вещь, поэтому с удовольствием передаю привет из такой дождливой Джакарты сегодня. Рассчитываю на интересные дискуссии, на интересные идеи. И спасибо за возможность открыть такую представительную конференцию. Спасибо огромное. Олег, огромное вам спасибо и за добрые слова, и за приветствия. Для нас большая честь, что поддержка посольства есть, и мы всегда вместе с вами. А куда ж мы денемся? Да, действительно, и памятник был установлен Миклуха Макла, и много интересного есть, объединяющий, и зная нашу историю, имеет смысл, конечно, ее сохранять, продолжать, пользоваться теми плодами и трудами, которые делали наши предки, для того, чтобы в конце концов и дальше налаживать наши дружеские отношения. Потому что только благодаря добру и любви, и хорошим коммуникациям можно наладить какой-то не просто диалог, а прогресс для каждого из нас, выгодный для каждого из нас в первую очередь во всех отношениях. И в культурном, и в финансовом, и во внутреннем состоянии. И сейчас я хотел представить человека, который непосредственно очень огромный вклад делает в работу с той, как вы назвали, мягкой силой, но я бы даже назвал это более широко, в эту гуманитарную программу, которая действительно позволяет знакомить нас с Россией. Это Виталий Александрович Глинкина, это директор Российского Центра науки и культуры, и он руководитель представителей Россотрудничества в Индонезии, второй секретарь посольства России в Индонезии. Виталий Александрович, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Николай Николаевич, Олег Владимирович. Спасибо огромное за приглашение, спасибо огромное за то, что вы поднимаете эти темы и делаете все-таки все возможное, и иногда даже, наверное, немножко невозможного, для того, чтобы каким-то образом построить реальные мосты между нашими странами, между нашими народами. Спасибо большое, опять же, за добрые слова. Считаю их небольшим авансом на будущее. Ну, мы действительно стараемся каким-то образом выстроить линию отношений между нашими странами. Насколько это удается судить, не нам, наверное, руководству. И в данном контексте, безусловно, линия культуры на сегодняшний день, это то, что позволяет говорить о надежде на будущее, о каких-то перспективах во взаимодействии, в, как сказать, в отношениях между нашими странами, которые на сегодняшний день, к сожалению, можно, я не побоюсь этого слова сказать, находятся в зачаточном состоянии. Но, тем не менее, вот то, что мы, опираясь на историю наших взаимоотношений, которая показывает, что у нас могут быть очень плодотворные, очень интересные контакты, мы пытаемся выстроить что-то новое, это, на мой взгляд, как раз и позволяет нам рассчитывать на то, что страны будут между собой и все-таки окажутся ближе. На сегодняшний день Российский Центр Науки и Культуры в Джакарте, пожалуй, это крупнейший и единственный общественный центр, несмотря на то, что мы государственная организация, тем не менее, работаем мы для общества, для местного, для сообщества, который продвигает российскую культуру в полном объеме. Речь идет не только о культуре, о языке, об образовательных программах. Для тех, кто не знает, на сегодняшний день мы не можем сказать о том, что мы находимся в числе отстающих, мягко говоря. У нас 161 квота для Индонезии, которую мы с пугающей легкостью из года в год утилизируем практически на 90% и больше. И у нас проводится более 30 ежегодных мероприятий, на которые приходят до 400 человек, включая, конечно, соотечественников наших. Но, учитывая, что число соотечественников в Джакарте, в регионе Джакарты, не превышает 300 человек, в общем, можно судить о том, что индонезийцев очень много приходит. И мы ведем, пожалуй, все-таки без лишней скромности, могу сказать, лучшие курсы русского языка, которые функционируют в Индонезии. Число слушателей курсов русского языка достигало более 140 человек, до 170 доходило отдельные моменты. К сожалению, в этом году, конечно, нам пришлось непросто, но благодаря стараниям наших преподавателей мы быстро сориентировались и перенесли формат курсов в онлайн-режим, доработали программы, и сейчас у нас около 100 человек. Второй набор успешно осуществлен, и мы работаем, продолжаем работу. Уже даже приняли решение, что не будем мы забывать про онлайн-формат в будущем, то есть мы его присоединим к оффлайн-формату и будем продолжать работать в этом направлении. Конечно же, не обходится без сложностей. У нас очень маленькое представительство, у нас нет ни одного русиста, который был бы прислан через Россотрудничество. Все преподаватели у нас – это граждане России и Индонезии, которые находятся в Индонезии по разным причинам. Два преподавателя – граждане России, профильные преподаватели, причем оба две девушки русисты, и гражданка Индонезии, которая закончила российский вуз и тоже по специальности филология – преподаватель русского языка как иностранного. То есть в данном случае мы можем говорить о достаточно высокой эффективности работы курсов русского языка. Я бы хотел остановиться на таком моменте, как работа с регионами, и в частности провинция Папуа, с которой мы уже второй год активно взаимодействуем, сотрудничаем. Это отдельное направление нашей деятельности, которое связано с получением образования граждан Индонезии, которые живут в этой провинции. Нам удалось установить очень хороший, качественный контакт с руководством провинции Папуа. И вот в этом году у нас 11 человек поехало, извините, в прошлом году у нас поехало 11 человек, в этом году у нас 10 человек поехало по линии правительства России для получения образования. Достоинство данной программы состоит в том, что люди, которые едут туда, это не просто желание студентов, я хочу изучать ту или иную специальность. Нет. Мы за счет контактов с местным руководством, мы решили две задачи, на мой взгляд, краеугольные, разбили краеугольные камни в данном вопросе. Первое. Студенты, которые едут, они получают стипендию от администрации региона. И второе. Администрация региона получает тех специалистов, в которых регион нуждается. Мы пытаемся уже несколько лет установить контакт с Папуа-Новой Гвинеей. К сожалению, в данном вопросе все более сложно в силу отсутствия людей, на которых мы могли бы там опереться. Тем не менее, надежду мы на это не теряем. И я надеюсь, что вот в том числе и эта конференция, она позволит нам в какой-то степени продвинуться вперед. Знаете, есть такая русская пословица, которая звучит, как каждая лыка в строку. Вот в данной ситуации я бы сказал, что это именно так и есть. Любое наше движение направленное на сближение наших народов, оно позволяет надеяться на то, что мы в конечном итоге получим какие-то более существенные результаты. На самом деле сложность не только в географическом или временном контексте расположения наших стран, но сложность в отсутствии информации, сложность в том, в отсутствии взаимопроникновения, в том числе нашего бизнеса, наших культур, сложность прежде всего в отсутствии контактов между нашими странами, в отсутствии постоянных и высокоуровневых контактов. И, к сожалению, в ближайшей перспективе, если мы это не сделаем, не наладим такие контакты, приходится констатировать, что существует определенная возможность снижения уровня взаимоотношений. Роль российского центра науки и культуры я обычно позиционирую очень простой формулой. Когда сюда придет бизнес, мы должны им предложить специалистов, которые бы владели русским языком и представляли себе работу с Россией. Не на бумаге, не в теории, а на практике. И российский центр науки и культуры делает для этого все возможное. Что мы можем, мы предлагаем индонезийцам и российской стороне. И поэтому вот то, чем занимается Николай Николаевич, низкий вам поклон за это. И я думаю, что это очень важное и существенное направление, которое в будущем принесет свои плоды уже в реальной сфере, когда мы сможем, по крайней мере, говорить о том, что вот есть российский бизнес, есть индонезийский бизнес, и мы готовы вам предложить те или иные продукты, скажем так, потому что бывший студент, специалисты, это тоже продукт. Спасибо большое, удачи в наших начинаниях, наших действиях. Я думаю, что у нас впереди еще длинная дорога, но как обычно говорят, что длинная дорога начинается с первого шага. Мы делаем эти шаги. Спасибо большое здесь. Всего доброго. Большое спасибо, Виталий Александрович. И мне приятно также очень представить наших коллег уже с российской стороны. Я хотел бы дать приветственное слово Ольге Владимировне Ходоковой. Это проректор по международному образованию первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Спасибо. Спасибо, уважаемый Николай Николаевич. Позвольте поприветствовать всех участников сегодняшней конференции. И это, конечно же, не случайно, что Первый Московский медицинский университет сегодня принимает участие в конференции международной такого уровня, потому что медицинское образование это действительно самое гуманистическое образование, это подготовка специалистов самой гуманной профессии, это врачи, это наша основная когорта, выпускников, но вместе с тем Сеченовский университет на сегодняшний день представляет собой самый широкий спектр, это университет наука жизни, и это тот спектр профессий, который сочетает в себе и классику, и самые современные инженеринговые нанотехнологии, которые позволяют перед выпускниками получить самое перспективное будущее, будущность. Поэтому позвольте от лица ректора Первого Московского Медицинского Университета Петра Витальевича Глыбочка, академика Российской Академии Наук поприветствовать сегодня вас, всех участников конференции, ну конечно же в первую очередь мы обращаемся к нашим будущим потенциальным абитуриентам, студентам и Первый Московский Медицинский Университет по праву являясь первым, называясь первым, на сегодняшний день насчитывает в своей истории ни много ни мало 262 года. Я хочу напомнить, что это 1758 год, ну вот сегодня обращаясь к истории, к нашим историческим векам, помните знаменитое письмо Ломоносова графу Шувалову, знаменитый указ Елизаветы Петровны об открытии Первого Московского Университета, одним из факультетов которых стал медицинский и вот буквально спустя 3 года после открытия Московского Университета Медицинский Институт стал самостоятельным институтом и уже позже получил статус Института имени великого русского ученого мы изучаем его труды Ильи Михайловича Сеченова и наш Сеченовский Университет в этом году отпраздновал вот такое свое день рождения У нас сегодня еще будет выступление и участники сегодняшней конференции смогут поподробнее узнать о нашей жизни студенческой и всех тех возможностях которые открываются перед студентами хочу сказать хочу сказать лишь то что это огромный коллектив это более двух тысяч трехсот преподавателей из числа которых более ста двадцати академиков и член коров академии российской академии наук более шестисот докторов наук причем практически все из них являются ведущими специалистами нашей отечественной системы правоохранения то есть это люди у которых учится не только наша отечественная общественность медицинская но и это специалисты высочайшего международного уровня это около двадцати тысяч студентов и в том числе если уж мы сегодня общаемся с индонезийской аудиторией то у нас есть студенты из Индонезии и это ребята которые уже на сегодняшний день подходят к завершению своего обучения нам бы хотелось в этом году несмотря на все сложности мы об этом тоже не можем не говорить но мы адаптированы различные совершенно разные образовательные технологии применяются это позволяет дать самое полное самое современное образование медицинское самое флагманское и не только на уровне еще раз повторюсь российского но и международного и мы ждем наших будущих коллег в стенах нашего исторического университета но вместе с тем такого молодого современного прогрессивного который открывает самые широкие самые перспективные возможности поэтому позвольте еще раз поприветствовать всех наших сегодняшних участников пожелать такого конструктивного диалога и ждем вас в нашем университете спасибо Николай Николаевич Ольга Владимировна огромное спасибо вам и действительно возможность такая получить сразу же информацию и приглашение от проректор еще и пожелание начать учиться в этом университете от вас это большая думаю честь для всех участников и мы с удовольствием дадим дополнительную информацию для того чтобы можно было в размерном виде узнать о всех плюсах и я вам должен сказать что Миклуха Маклайзе воевал доверие коренных жителей именно благодаря своим знаниям медицины именно благодаря своим знаниям великолепным знаниям медицины он смог и хорошо входить в контакт и помогать в тот момент в тот трудный момент и тем самым входить тем самым входить как я ранее сказал в контакт с доброжелательным намерением показывать действительно что он выручает людей об этом мы будем позже говорить но действительно Это самая гуманитическая профессия, по моему мнению, конечно же. И большое спасибо за ваше участие, ваше приветственное слово для нас это большая честь. Я хотел представить моего коллегу. Институт Востоковедения славится действительно экспертами мирового уровня, к которым обращаются очень многие по каждой стране практически в Институте Востоковедения. Есть люди, которые смогут дать экспертную оценку и дать информацию с подробностями, с деталями по каждой стране для тех, кто хотел бы наладить контакты и без этих знаний, без пониманий, какие есть взаимоотношения, какая есть история взаимоотношений, достаточно сложно выстраивать отношения. Нам очень повезло. Я хочу вам представить Антона Олеговича Захарова, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Института Востоковедения, Российской Академии Наук. Изучение Индонезии в России. Вот его тема и слово. Спасибо, Николай Николаевич. Дорогие коллеги, всех приветствую. Меня слышно? Да, вас слышно. Хорошо, я тогда включаю презентацию экрана. Презентация видна? Да, все в порядке. Да, хорошо. Дорогие коллеги, я благодарю фонд имени Николая Николаевича Миклуха Маклая за возможность выступить на таком представительном форуме. И сегодня постараюсь в отведенное время рассказать кратко о изучении Индонезии в России. Оно началось в XIX веке, а отчасти даже может быть чуть раньше, когда Иван Федорович Крузенштерн еще в конце XVIII века привез в Россию одну из рукописей, связанных с изучением, с малайским миром. Рукопись известного сочинения Сиджара Мелаю. Она опубликована была в 2008 году в переводе на русский язык Елены Владимировны Ревуненковой в Санкт-Петербурге. Что касается путешественников, то Николай Николаевич, ведущий нашей конференции, несомненно, гораздо лучше меня расскажет про путешествия великого Николая Николаевича Миклуха Маклая. Я же покажу сейчас презентации других путешественников, которые из России, из Российской империи, ездили в Индонезию. В частности, первая поездка в 1893 году по Яве была осуществлена княгиней Ольги Александровны Щербатовой. Она очень оставила подробные заметки. Вышли они еще в 1897 году и, к счастью, были недавно переизданы в современной графике с комментариями Алексея Юрьевича Другова из Института Востоковедния. Текст фактически знакомил впервые настолько подробно русских читателей с деталями быта Нидерландской Индии и фактически самых разных народов Индонезии. При том, что, конечно, нельзя думать, будто Ольга Александровна владела местными языками. Она, конечно, разговаривала на европейских языках и многое получала через голландцев. Но, тем не менее, для нашей науки это был первый фундаментальный вклад в историю именно основной, самой населенной части Индонезии, острова Ява. Дальше. Модестович Бакунин, российский консул в Батавии. Это вообще единственный консул Российской империи в Индонезии. Больше не было ни после Бакунина, ни до него. Он проработал там пять лет. Написал по результатам своего долговременного пребывания в стране наверное, еще более подробную и основательную книжку «Тропическая Голландия. Пять лет на острове Ява». Это старое издание. Опять же, эта книга была переиздана тоже под редакцией Алексея Юрьевича Другова вот в серии «Мир глазами россиян». Модест Модестович описал в своем труде историю известного авантюриста Мамалыги, который принимал участие в борьбе с голландцами, которую вел Раджа Ламбока. Вот. К сожалению, следы этого выдающегося тоже путешественника затерялись. Мы не знаем, чем закончилась его жизнь. Но, по сути, Модест Модестович рассказал нам о россиянах на территории Индонезии в своей книге, и это можно использовать. Дальше. Уже немножко другая сторона. Это Владимир Митрофанович Арнольдти, профессор ботаники Харьковского университета. Он побывал в Индонезии в 1908-1909 годах. Оставил тоже впечатление. Хотя называется эта книга «Впечатление наблюдения натуралиста» по островам Малайского архипелага, она гораздо более подробна, поскольку Владимир Митрофанович фиксировал много бытовых особенностей, много этнических черт, с которыми он сталкивался. Фактически это тоже ценный источник, и хорошо, что данная книга была переиздана в 2014 году и тем самым стала доступной нынешним читателям. После Октябрьской революции изучение Индонезии стало несколько иным. И уже какое-то время, ну во всяком случае в 20-е, 30-е годы, в Индонезию не ездили или во всяком случае не оставляли таких записок, которые мы видели раньше. Однако именно тогда работал известный ученый, бывший директор Института Востоковедения Александр Андреевич Губер. Еще в 1932 году он издал книжку «Индонезия. Социально-экономический очерк». Это была первая книга, написанная с таких отчетливо материалистических позиций. В 1937-м частично эта книга была издана на голландском языке вместе с Рудгерсом, известным коммунистом голландским. И Александр Андреевич Губер фактически создал школу изучения Юго-Восточной Азии в Советском Союзе. Не только Индонезии, но и Филиппин, и Вьетнама. Именно он стоял у истоков малайско-индонезийских чтений, ныне общества Дусантара, вместе с одним из своих учеников, специалистом по малайской литературе Борисом Борисовичем Парникелем. Это как раз фотография книжки Александра Андреевича Губера. История отношений Советского Союза Индонезии насчитывает уже 70 лет. Вот как раз в феврале этого года проводились соответствующие мероприятия в Министерстве иностранного дела Российской Федерации с участием высокопоставленных лиц из посольства Индонезии, из министерства самого. Отношения установлены были в 1950 году. Первый президент Индонезии Сукарна совершил 4 визита в Советский Союз. Советские руководители, перечисленные на слайде, Ворошилов, Булганин, Хрущев, из них перечисленных министр обороны Маршал Малиновский, посещали Индонезию. В Индонезии бывали первые космонавты Советского Союза и Юрий Гагарин, и Герман Титов, и Андреан Николаев, Валентина Сережкова и Валерий Быковский. Соответственно, там активно работало наше посольство. Советский Союз очень серьезную поддержку оказал Индонезии военно-техническую и дипломатическую в присоединении западного Ириана. Некоторое охлаждение, правда, наступило где-то в 1963-64 годах, а после установления режима нового порядка отношения стали весьма такими сдержанными из-за явного антикоммунизма режима нового порядка. Но в эпоху перестройки отношения стали налаживаться. Сухарта посетил Москву в 1989 году. Наш нынешний президент Владимир Владимирович Путин был в Индонезии в 2001-2007 годах. И тем самым открылась возможность более активно изучать страну и туда ездить. Многие из людей, ну, наверное, практически всех, кто сегодня еще встретится там в презентации, это люди, которые действительно работали в Индонезии. Итак, среди центров изучения Юго-Восточной Азии и Индонезии, конечно, Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. На слайде собраны имена тех, кто работает над Индонезией в разных аспектах. Вот. Еще там работал известный историк Владимир Александрович Цыганов, который работал и в торг-прессе, и в Джакарте, и возглавлял бюро агентства печати новости долгие годы. Он автор целиком второй части учебника истории Индонезии, вышедшей в 1993 году. В соавторстве Владимир Александрович с другими учеными ИСАА, с Д. Г. Витальевичем Дорбиком, Елизаветой Ивановной Невушевой, Геннадьем Григорьевичем Бондиленко, написал еще и книжку «История Индонезии. Часть первая». Вот. Древние средневековые общества Индонезии, Шаривиджаю, Матарам, Сингасари, изучали уже Геннадий Григорьевич Бондиленко. Это история культуры, культуры средневекового государства, явы архитектуры и скульптуры, памятников всемирно известных Бурабудура, Промбанана. И это Сергей Всеволодович Куланда, Сергей Всеволодович Куланда, к сожалению, буквально несколько дней назад ушедший от нас. Автор истории древней явы, текста, где на основании данных языка реконструируется высокоразвитая цивилизация Индонезии первого тысячелетия нашей эры. Портрет Сергея Всеволодовича и книжка его «История древней явы». Здесь надпись царя Мула Вармана с Порнео с V века. В МГИМО, еще один крупный центр изучения Юго-Восточной Азии и Индонезии, коллеги Михаил Степанович Капец, бывший заместитель министра иностранных дел Советского Союза, Николай Павлович Малетин, написали политическую биографию Сукарна, а Николай Павлович Малетин очень тщательно изложил внешнюю политику Индонезии. Лариса Михайловна Ефимова опубликовала работу, известную индонезийскому читателю в индонезийском переводе «Сталин и Индонезия» о том, что Сталин и Советский Союз не имели никакого отношения к Мадиунскому восстанию 1948 года, но при этом Сталин тщательно работал над аграрной программой Компартии Индонезии. Это как раз английский вариант этого текста, а это издание на индонезийском. На индонезийском 2010 года опубликовано в Индонезии. Дальше. Центр Асианфим ГИМО существует. И теперь вот еще несколько заведений. Восточный факультет СПБГУ, в котором работал известный филолог Александр Константинович Глоблин. Здесь собраны его работы на слайде, можете посмотреть. Вот. Привет, Александр Константинович. Дальше. Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии Российской Академии Наук. Там тоже очень большой коллектив занимается Индонезией. Вот. Это работы Елены Владимировны Ревуненковой, посвященные разным вопросам этнографии Индонезии, народов Индонезии. Елена Владимировна работала в стране тоже неоднократно. И ее, вот, насколько я знаю, она сейчас подготовила рукопись по Батакам. Книгу по Батакам. Дальше. И Центр Юго-Восточной Азии, Австралии, Океане, в Институте Востоковедения Российской Академии Наук, в котором работают Николай Николаевич Миклух Маклай, Алексей Юрьевич Другов, Александр Вячеславович Попов. Миклух Маклай works there. Мистер Попов works there. And so on. So these are websites. And Mr. Belling, you also worked in our department. And Mr. Belling also worked in our department. политики, религии, армии в Индонезии. И Александр Вячеславович Попов написал фундаментальную экономику Индонезии, составил великолепный альбом «Россия-Индонезия. Вехи сотрудничества», автор очерков регионального развития Индонезии. Тем самым у нас изучение Индонезии ведется очень активно. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Огромное спасибо за доклад. Действительно, это интересная информация, которую не всегда можно найти в открытых источниках, тем более, что она очень подана для меня, по крайней мере, очень интересна. Я вот вижу, что у нас есть наши участники, которые хотели бы задать вопросы. Я точно могу сказать, что у нас есть чат, и вы можете писать вопросы. К сожалению, мы сейчас не сможем ответить, но по итогу каждый из специалистов, который выступал, сможет дать ответ. Поэтому не стесняйтесь писать вопросы. Мы это все сможем осветить в конце. И сейчас у нас следующая тема. Это следующая тема путешествия Миклух Маклая. Ее представит Гарин Артем, член молодежного совета. Но перед тем, как я передам ему слово, я предлагаю сделать производственную гимнастику. У нас, вы помните, была раньше производственная гимнастика, все время сидеть в компьютер, это сложно. Предлагаю ее сделать следующим образом. У нас есть вот так вот телефон у каждого. Мы возьмем сейчас, например, его. И сделаем селфи. Это тоже производственная гимнастика. И отправим, например, Евгения. А после этого поделимся по итогу нашей конференции, как же мы с вами выглядим не только на экране, а и с обратной стороны. Поэтому, если кто не стесняется, я предлагаю сейчас буквально на секундочку отвлечься и сделать это селфи. А Евгений сейчас отправит в чате почту, куда можно будет отправить свои селфи. И я обещаю, что самое оригинальное, самое интересное селфи, которое мы увидим, обязательно получит неожиданный сюрприз по итогу. И не только грамоту, а что-нибудь еще и приятное. Независимо от того, где вы будете находиться, вы это все дело получите. Ну что, готовы? Я Евгения отправляю. Она модерирует и ведет нашу встречу. Также скажу, что у нас сейчас идет синхронный перевод, и поэтому, коллеги, прошу не торопиться во время доклада, чтобы наши переводчики смогли все это переводить во всех деталях. Сейчас слово передаю Артему Гарину, исследователь, человек, который уже побывал в нескольких экспедициях и сейчас представляет, является членом молодежного совета, во многом уже, несмотря на свою молодость, опытный специалист. Путешествие Миклуха Маклая и его презентация. Пожалуйста. Глубоко уважаемые организаторы, спикеры, дорогие участники, слушатели конференции, рад вас всех приветствовать на этой конференции. И действительно, хотелось бы отметить, что правда, вот контакты России и Индонезии начались еще задолго до второй половины 20 века, когда между двумя нашими странами были установлены дипломатические отношения, например, еще в 1870-х, 80-х годах на территории сегодняшней Индонезии проводил свои исследования выдающийся русский ученый-гуманист, путешественник Николай Николаевич Миклуха Маклая, в частности, на индонезийских Малукских островах, острове Суловесии, нынешних юго-западном, юго-восточных побережьях Новой Гвинеи. И Николай Николаевич, где бы он ни был, где бы он ни путешествовал, он всю жизнь следовал тем самым гуманистическим принципам уважения к культуре и традициям народов мира и, в частности, боролся за права жителей Юго-Восточной Азии и Океании. Безусловно, в ходе изучения Юго-Восточной Азии и Океании Николай Николаевич Миклуха Маклая привлекал Индонезию, куда он впервые прибыл в 1873 году, когда клипер Изумруд тогда брошил якорь у Иванского порта Ботавия, ныне Джакарта. Изумруд — это то самое судно, на котором в декабре 1872 года Николуха Маклая отплыл с северо-восточного побережья Новой Гвинеи, который также называется берег Маклая, где он на протяжении месяца, 15 месяцев, проводил первым из европейцев свои этнографические, антропологические, океанографические и другие исследования. Например, узнав от капитана Изумруда о намерении местных тогдашних властей собрать новую экспедицию к берегам Новой Гвинеи, Николуха Маклай обратился, естественно, к тогдашнему губернатору Нидерландской Вост-Индии с просьбой принять участие в этой экспедиции и, естественно, получил в телеграмму, в которой сообщалось, что русский ученый-гуманист будет на судне самым желанным гостем. Именно поэтому Николай Николаевич решил и покинуть борт Изумруда в Ботавии, и в то же время он никогда не терял времени даром, и в частности во время и стоянки Изумруда на острове Тернаты, но это ныне административный центр провинции Северная Малуку. Также получил от местных властей и местных торговцев довольно интересные сведения о жителях Индонезии и различных районах юго-западного побережья как раз Новой Гвинеи. По выражению Модеста Модестовича Бакунина, о котором уже сегодня говорилось, русского генерального консула в Ботавии, в принципе, в городе днем и ночью было одинаково душно и влажно, как в русской бане, поэтому уже тогда перенесший малярию Миклуха Махлай, не задерживаясь в Ботавии, отправился в Биттензорг, то есть в городе Багор, в тогдашнюю официальную резиденцию генерал-губернатора. Приехав туда, Николай Николаевич снял маленький домик, решил, в принципе, осмотреться и отдохнуть, но вскоре его посетил сам помощник генерал-губернатора, который настоял на том, чтобы русский ученый переселился в сам дворец в качестве почетного гостя. В Багоре Миклуха Маклай надеялся отдохнуть и набраться сил для своих новых исследований, а также активно работал над материалами своими экспедиций на Новую Гвинею. И, например, именно будучи в Индонезии, Миклуха Маклай подготовил ряд публикаций для ведущих мировых научных изданий, в том числе и свою большую статью «Антропологические заметки» о папуасах берега Маклая, которая как раз-таки также снискала мировую известность. Ну и уже тогда, естественно, путешествия и исследования Миклуха Маклая получили признание во всем ученом мире. И 16 августа 1873 года он, например, был заочно избран в Батавии иностранным членом-корреспондентом Королевского общества естествоиспытателей Нидерландской Индии. Ну и кроме того, 15-месячное пребывание на Новой Гвинеи сильно повлияло на Николая Николаевича Миклуха Маклая. Несмотря на все те лишения, опасности, которые он испытал, он был восхищен из-за и Новой Гвинеи, и Индонезии настолько, что, например, решил на многие годы, если... Миклуха Маклая — это устаревшее название юго-западного прорежья индонезийской провинции западного Папуа в ее западной части Новой Гвинеи. И в целом интересно, что рассказы вот эти об опасности Папуа Кавиаи, они, наоборот, устраивали русского путешественника, так как он хотел изучить племена, которые были менее известны европейцам и, как он надеялся, менее подвержены внешним влияниям. Что же касается смертельной опасности, то, как мы понимаем по всем экспедициям Миклуха Маклая, это его никогда и не останавливало. Ну и так, в конце февраля, начале марта 1874 года Миклуха Маклай в Норумбае прибыл к берегам Папуа Кавиаи. Панорама, которая тогда открылась перед русским ученым, вызвала у него, опять же, необычайное восхищение, и он назвал этот пейзаж даже не то что красивым, а величественным. И в целом, согласно дневникам Миклуха Маклая, жители Папуа Кавиаи были буквально изумлены его желанием жить среди них, но относились к русскому ученому дружелюбно и даже почтительно. Так как местные жители в целом вели довольно мобильный, кочевнический образ жизни, и перемещаясь на своих лодках от одного берега к другому, то вскоре хижина Николая Николаевича Миклуха Маклая стала центром сбора местных жителей, около которого постоянно теснились десятки пирога местных жителей, ровно так же, как и на берегу Маклая. В частности, например, на островах Матота и Айдума Николай Николаевич несколько раз встречался с людьми из местного племени, которое доселе было неизвестно европейцам, и оно как раз-таки населяло горы Папуа-Кавиай. Они приглашали путешественников в гости, причем рассказали, например, что за горедой прибрежных холмов находится большое озеро. Сейчас это озеро называется Камака. И Николуха Маклая по густым тропинкам совершил поход в эти горы, изучил культуру и быт этого племени, которое как раз-таки было наименее затронуто внешним влиянием. И это факт, который он впоследствии донес до мировой общественности, стал еще одним аргументом в пользу равенства всех рас на планете. Дневниковые записи русского ученого также, естественно, были дополнены превосходными рисунками, которые вы также видите на данном слайде. На них изображены как раз-таки иногда и местные жители, и местные пейзажи, их магические предметы. И в общей сложности Николай Николаевич Миклуха Маклая, автор более 700 рисунков, которые представляют как высокую научную, так и художественную ценность. Ну и после самой экспедиции на Папуа Кавиа и Николуха Маклая он еще не раз посещал столь полюбившиеся ему земли Индонезии, в том числе и на пути в Россию, и на пути в Австралию. Русского ученого-гуманиста постоянно привлекали в Багор и романтические воспоминания, и в целом, и климат тех мест. В некоторое время даже русский ученый прожил в Кампонге, близ Багора. Прогулки в целом по местным тенистым паркам и местная природа восстановили его душевное равновесие, способствовали научному творчеству. Например, в 1876 году, перед тем, как отправиться в свою вторую экспедицию, чтобы защитить жителей берега Маклая, он опять же отправил письмо, как уже упоминалось местному генерал-губернатору, с пользой предотвратить как раз-таки процветавшую тогда рыботорговлю в тех местах. Уже будучи в России, например, в 1886 году, несмотря на болезнь, Миклух Маклай обработал свои дневниковые записи о своем последнем посещении Индонезии. Вскоре этот почерк, опять же, прославился на всю Россию. И, в частности, он содержит анализ этнополитической ситуации в Нидерландской Индии, а это как-то такого рода одна из первых попыток в российской литературе. Ну и в целом, земли современной Индонезии произвели неизгладимое впечатление на выдающегося русского ученого-гуманиста и путешественника, а память о этих прекрасных тропических пейзажах он пронес через всю свою жизнь. Сами путешествия Николая Николаевича Миклуха Маклая, они еще раз подтверждают, что он в любом уголке мира следовал своим гуманистическим идеям, в частности, о равенстве всех людей на планете, выступал против колонизации, был настоящим другом для коренного населения, который, важно отметить, абсолютно всегда приходил с миром. В наши дни уже в 2011 году на территории Российского центра науки и культуры в Джакарте был установлен памятник Николаю Николаевичу Миклуху Маклаю при поддержке Львова. И это важно отметить первый памятник россиянину на территории Индонезии, чья жизнь неразрывно связана с этой замечательной страной. Благодарю за слово. Артем, огромное спасибо вам за выступление. Да. Хотели сказать? Нет, я закончил. Спасибо. Отлично. Большое вам спасибо за выступление. И я хочу также сказать, что памятник устанавливал при содействии Олега Алиева, одного из путешественников. Ему большое спасибо, насколько я помню. И посольство участвовало. И действительно, Николаю Маклаю в данном случае это личность, которая во многом объединяет. И сама конференция тоже во многом объединила нас, потому что мы заговорили о человеке, о котором в Советском Союзе, в России знали миллионы. Ну, а благодаря чему знали? Потому что он исключительно интересно описывал и рассказывал свои путешествия, в том числе и в нынешнюю Индонезию. И огромное количество, как вы правильно сказали, сделал рисунков. Вот мы сейчас восстанавливаем собрание сочинений Николая Николаевича Миколухамаклая. Наш фонд занимается этим вопросом. И я надеюсь, что в этом году мы сможем выпустить собрание сочинений, в котором аж 809 рисунков. Плюс будет возможность, соответственно, этого электронного издания в свободном доступе, что даст возможность еще больше знакомиться с не только увлекательными путешественниками Николаевича, но и с культурой тех потрясающе интереснейших, с потрясающе интереснейшей культурой тех коренных жителей, которые работают и на нынешней территории Индонезии и других частях Юго-Восточной Азии. Я хочу вас поблагодарить, Артем, за этот доклад и представить нашего следующего спикера, доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка, русский язык и иностранный язык, и Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I, который расскажет о мифе о России, реальности стереотипы. И это Людмила Владимировна Миллер. Для нас большая честь, что она сегодня с нами. Я хотел бы, чтобы мы были очень внимательны. Большое всем спасибо. Я надеюсь, что меня слышно. Да? Слышно? Да, вас слышно. Хорошо. Ну, наверное, я должна сказать, что в нашем университете тоже учатся студенты из Индонезии, и их достаточное количество. И я должна сказать, что эти студенты просто замечательные. У них прекрасный русский язык. Они успевают по всем предметам очень хорошо, и мы всегда очень рады работать с ними. Вот я, как русист, всегда радуюсь, если мне дают группу студентов из Индонезии. Ну, а начать я хотела бы с того, что причина возникновения мифов о какой-либо культуре, в том числе и о русской культуре, мифов об образе жизни, часто кроется в том, что мы не в состоянии снять, есть такое выражение у культурологов, культурные очки. Наши культурные очки мы не в состоянии иногда снять и принять в существование других миров, чуждых нам миров, без предубеждения. И здесь я говорю, мы не только русские, но люди вообще. И начинается все в языке. И поскольку времени у нас мало, я остановлюсь именно на языке. Поэтому я осузила название своего сообщения вот до такого язык, культура, ментальность. И интересно, что владение иностранным языком, даже вполне свободное, не дает гарантии полноценного взаимопонимания представителей разных культур. И не всегда формирует адекватное представление о стране изучаемого языка. В этом смысле можно говорить о проблеме культурных расхождений при использовании одного языка. И яркий пример тому сегодня, конечно, английский язык. В современном мире он выполняет функцию языка межнационального общения. Он претендует на такую роль универсального кода. Однако, как показывают исследования, особенно в области межкультурной коммуникации, люди, для которых русский язык является родным, могут испытывать проблемы в общении, если они из разных стран, если они были воспитаны в разных культурах. И вот в этом смысле российская методика преподавания русского языка, как иностранного, всегда настаивала на том, что изучать язык вне культуры и вне ментальности невозможно. И поэтому наши традиционные курсы лингвокультурологии, лингвострановедения всегда были практически обязательны. Ну, давайте вернемся к слову поближе. Вот, пожалуйста, следующий слайд. Просто слово. Слово как таковое, у которого есть словарный эквивалент, и оно может оказаться препятствием для успешного межкультурного общения. Ну, вот, например, слова «сочувствие» и «сострадание». Их перевод на английский язык я сопроводила знаком вопроса, потому что это действительно вопрос, эквивалентная ли это лексика. Языковой материал дает основание сделать вывод, что, например, отношение к ним у русских и, например, у американцев очень разное. Русский, слово «сочувствие» и «сострадание» у него ассоциируется с понятиями «душевность», желание помочь, разделить, может быть, иногда какое-то даже горе. А такое непонятно американцу, потому что сочувствие и сострадание, вот эти конкретно понятия могут наносить удар по его самолюбию. Любой оттенок сострадания может унизить и разозлить его, потому что они воспитаны на этике успеха и верят, что успех порождает успех, а от нытья нет никакого прока. И иногда для американцев русские выглядят такими нытиками. Вот по этой как раз причине, что мы разные аксиологию, разные аффективные смыслы вкладываем в эти слова. И чтобы не испытать культурный шок, приехав в другую страну, следует понимать, что для полноценного общения коммуниканты должны обладать не только общим языком, но иметь какие-то, если можно так выразиться, неконфликтные системы представления о мире. Или, говоря другими словами, в той или иной степени совпадающие картины мира. То есть речь на иностранном языке должна быть не только правильной с точки зрения норм изучаемого языка, но и с точки зрения некоторых культурных норм. Далее, что еще можно сказать о словах? Ну, следующий слайд. Как уже было сказано, за понятийной эквивалентностью стоят разные представления. Ну, например, слово «дом». Русское слово «дом» шире, чем соответствующий английский эквивалент. Потому что «дом» по-русски, вот как ясные слайды, это и «home», и «building», и иногда «abstress», например, если я говорю «она заболела и осталась дома». Да? Можно выбрать такой английский эквивалент. Далее, мы по-разному считаем этажи и количество комнат. Наш второй этаж для многих европейцев первый, потому что у них есть «ground floor». Одна наша коллега уже давно живет в Испании, и она рассказала нам, что купила двухкомнатную квартиру. И мы подумали, что, ну, это, наверное, маловато для нее и для ее мамы. Она живет с матерью там. Но по-русски двухкомнатная квартира, то, что она имела в виду, это трехкомнатная, потому что в Испании считают только спальни и не считают гостиную. Да? Значит, вот, пожалуйста. Даже такие слова, как «утро», «день», «вечер», «ночь» на первый взгляд, ну, это уж точно эквивалентная лексика. Однако, московский ученый Алексей Дмитриевич Шмелев проанализировал их употребление и заметил, что в основу членения суток в России и, например, в Европе кладутся совершенно разные принципы. В западном сознании членение зависит от времени объективного. И очень важные части суток – это полдень и полночь. Особенно полдень, да? Потому что это время, предназначенное для работы. И тогда это уже не день, не дэй, да? Это уже автоном. А в русском представлении, русские думают, что, вернее, русские понимают, утро – это день или вечер в зависимости от того, что делают в этот период времени. И, наверное, все русские со мной согласятся, что если русский встал, например, в воскресенье в 11 часов и еще ничего не начал делать, какие-то свои дела, то для него это утро. А в час ночи, а в некоторых языках, можно сказать, час утра. И если я еще не сплю в час ночи, это для меня вечер. Поэтому вы вполне можете услышать фразу «позвони мне утром, часов в 12». Это невозможно для европейца, потому что он, скорее взглянув на часы, знает, какое время суток сейчас. Вот следующий слайд можно. И слово «человек», например, по-русски. Ирина – очень хороший человек. Или «каждый человек должен заботиться о природе». Стать человеком. Уже тут какая-то такая связь с миром этики. Как мы должны сказать по-английски? Что это – человек? У нас есть слово «персона», да, «личность». Ну, во-первых, оно второго плана. А во-вторых, оно часто выражает негативные отношения. Мы так говорим о неприятном человеке. Что это за персона? Это кто? Следующий слайд можно показать. Слово «друг». Если мы возьмем русско-английский словарь, то мы увидим, что, конечно, у этого слова имеется соответствие. Да, фрэн. И вот, на первый взгляд, это эквивалентные, конечно, слова. Но лексический фон английского слова «друг» включает в себя такую, я не знаю, как сказать, любовную составляющую, что ли. Потому что мы можем услышать «girlfriend», «boyfriend». Это значит, что... Это значит «человек», которому я испытываю особые чувства. Правда? А в русском языке лексический фон слова «друг» это значение в него не входит. И если я говорю о таком специальном «друге», то я скажу, у Сергея есть девушка, у Маши есть молодой человек. Значит, незнание специфики этой может привести к непониманию. Вот у меня уже достаточное количество лет назад была такая история. Мой аспирант алжирский спросил меня, а почему вы ходили пить кофе с преподавателем Ивановым? И я ему простодушно говорю, это мой друг, потому что... А он говорит, как друг? У вас есть муж. То есть вот, пожалуйста, причина непонимания лежит в том, что слово «друг» и слово «friend» вряд ли эквивалентны на 100%. Вообще, в русском языке «друг» это очень близкий человек. И когда носитель английского языка говорит «my friend», мы переводим это как «мой друг». Но когда он говорит «a friend of mine», мы уже, наверное, так не можем переводить, и мы должны сказать «приятель и знакомый». Иначе может возникнуть непонимание. И такое непонимание было, например, тоже мне рассказал историю одной канадской студент, у которого был русский друг, и его канадский друг приезжал в Россию. И наш русский молодой человек сделал все, чтобы вот этот канадский студент чувствовал себя хорошо в России. Он ему что-то показывал, приглашал его в гости и так далее. А потом канадец сказал, что да, конечно, большое спасибо, но это было необязательно. Потому что когда канадец говорил «my friend», может быть, он имел в виду «a friend of mine», просто какой-то знакомый. И вот такие примеры, кстати, это очень интересно, дали возможность австралийской исследовательнице Анне Вежбицкой, наверное, многие ее знают, они дали ей основание утверждать, что в англо-саксонских культурах понятие дружбы девальвируется немножко. «A friend of mine» – это же один из многих. А в русском языке «my friend» – это очень близкий, близкий для меня человек. Еще примеры. Вот один мой швейцарский студент спросил, «Далеко ли Москва?» Я говорю «близко». Потом, когда он приехал, он меня даже упрекнул, что 650 километров – это очень далеко. Но для нас далеко Владивосток, а никак не Москва. Поэтому вот даже такие частотные и всем понятные слова, как «далеко», «близко» могут провоцировать коммуникативную неудачу. Или, например, слайд 7 – «богатый», «бедный». Если судить по словарю, то это эквивалентная лексика. «Rich or». Но в русском языке в слове «богатый» имеется все-таки некоторый такой негативный оттенок, негативная оценка. Во-первых, «от трудов праведных не наживешь палат каменных». Это русская поговорка, вот она представлена на слайде. То есть, что это значит? Что мы слабо верим, что можно стать богатым честным путем. И поэтому иногда в России подозрительное отношение к богатству. Иногда даже нелюбовь к богатому. Зато у нас есть слово «достаток». «Жить в достатке». И вот это слово «Слышно?» Ну, хорошо. Но слайда нет, ничего. Значит, петербургский ученый Владимир Викторович Колесов, да, вот появился. И обеспеченности семьи. Быть достаточным, обеспеченным. Вот это довольно. То есть, жить в достатке означает иметь все для нормальной, удобной жизни, но жить без роскоши. Роскошь неоправданна. Ну вот, то есть, говоря другими словами, представляется очевидным, что проблема часто не в том, что иностранец не понял какое-то слово или какой-то смысловой фрагмент, а в том, что он увидел в нем другое. И вот, может быть, сам язык тоже порождает некоторые мифы. И объясняется это тем, что кроме языка нужно знакомство обязательно с культурой, ментальностью, с картиной мира, национальной. Можно было много еще говорить о поведенческих и этических нормах. Вот я буквально две секунды еще у вас займу, потому что, например, социальные роли, поведенческие стереотипы и нормы часто тоже влияют на формирование какого-то мифа. Ну, например, многие думают, иностранцы, что русские назойливы, что они очень вот так вот прессинг любят осуществлять. Откуда идет представление такое? Откуда его корни? Ну, например, у нас бывают ситуации, когда студент хочет жить в русской семье. И моя немецкая студентка как раз однажды мне сказала, что хозяева очень назойливы, и с ним очень трудно, с ними очень трудно. Я спросила, почему? Оказалось, очень простая вещь. Ну, например, хозяйка говорит, Хайка, будешь чай? Она говорит, нет, спасибо. И немец не повторит свое предложение, и европеец. Вот не знаю, как в Индонезии. А русская хозяйка говорит, да что ты, я такой кекс испекла, пойдем, пока горячий, будем пить чай. Она ей второй раз говорит, не хочу. А хозяйка говорит, ну ты только что пришла, ты замерзла, давай пойдем пить чай. Вот, пожалуйста, наше желание как-то вот быть таким внимательным, желание сделать, создать такую теплую домашнюю атмосферу может восприниматься, например, как назойлив. Но, к сожалению, на это времени у нас нет, поэтому я на этом хочу закончить. Большое спасибо всем за внимание. Все? Большое вам спасибо. Большое спасибо. Исключительно интересно. Действительно, настолько важно не просто понимание, а понимание через культуру, и особенности. И приятно, конечно, что в Индонезии такие прекрасные студенты, которые настолько хорошо... Замечательно. Это, конечно же, и большой комплимент, я думаю, что и возможность и начать учиться в Петербургском университете путей сообщений, изучать русский язык тоже. Почему нет? Потому что, конечно же, хороший опыт. Я хочу представить вам следующего докладчика. Прошу, чтобы мы шли в регламенте до 10 минут, для того, чтобы дать возможность всем выступить. Это доклад Степановой Анастасии Андреевиной, ведущего специалиста отдела в работе с иностранными абитуриентами Сибирского федерального университета. Обучение в Сибири холодно, снаружи, тепло... Прошу прощения, холодно, снаружи, тепло, внутри. Вот это тема, и я передаю слово Людмиле Владимировне, пожалуйста, доктор филологических наук. Прошу прощения, Анастасия Андреевна, ведущему специалисту. Прошу прощения. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Анастасия. Я хочу представить небольшое сообщение, посвященное популярным мифам об обучении в России. А так как я представляю Сибирский федеральный университет, который находится в самом сердце Сибири, то разговор пойдет конкретно про Сибирь. Итак, мы знаем, что у иностранцев, особенно у тех, кто живет в странах, расположенных далеко от границ России, сложились определенные представления о том, как выглядит жизнь в России. Безусловно, переехать на другой континент для того, чтобы поступить в университет, может показаться довольно сложным. Прочитав в интернете информацию о России, может показаться, что существует достаточно много популярных мифов о том, что в России, к примеру, очень злые и неприветливые люди, что по улицам бегают медведи, а русские вообще ходят круглый год в шубах и валенках. Только самые смелые захотят проверить эти мифы, так ли это на самом деле. А большинство, поверив в них, скорее всего, побоятся ехать в Россию, даже несмотря на то, что в России могут предложить более выгодные условия для получения образования. Сегодня я попытаюсь развеять эти мифы для тех, кто задумывается об обучении в России. Итак, приступим. Среди иностранцев вытут мнение о том, что в России и в особенности в Сибири очень холодно. Дело в том, что климат на территории Сибири континентальный, резкоконтинентальный, с существенными перепадами годовых и суточных температур. Поэтому зимы в Сибири продолжительные морозные, а лето жарко и сухое. Осень и зима короткие и маловыраженные. Летом средние температуры составляют примерно 20-25 градусов. Нередко они поднимаются до 30 и выше, а зимой действительно температура может опускаться, но ненадолго до 30 градусов ниже нуля. Но стоит отметить, что благодаря пониженной влажности воздуха морозы в Сибири переносятся легче, чем в европейской части России. Кроме того, в Сибири много солнечных дней. Студенты нашего университета, которые приезжают из стран, где теплая погода царит круглый год, рассказывали, что они выбрали Сибирь для обучения именно для того, чтобы ощутить на себе эти суровые сибирские зимы. Перейдем к следующему мифу. он тоже достаточно распространен среди иностранных студентов и абитуриентов о том, что образование, полученное в России, не признается в других государствах. Действительно, конечно же, это не так. В 2003 году на саммите министров образования в Берлине Россия взяла курс на присоединение к Болонскому процессу и, соответственно, были проведены реформы в системе образования, которые были направлены на построение такой системы образования, которая будет аналогично западным странам. И на сегодняшний день высшее образование в России разделяется на несколько ступеней. Это бакалавриат, магистратура и аспирантура. Соответственно, российское образование ничем не отличается от образования, полученного в другом государстве. Еще один миф связан с тем, что в России можно получить образование только плохого качества. Конечно же, это не так. Российские вузы ничем не уступают остальным, также входят в международные рейтинги. Высшее образование в России ценится очень высоко. Качественное и доступное образование студенты, в том числе иностранные могут получить не только в Москве или Санкт-Петербурге. Также foreign students могут получать good education, не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но и в Москве Также могут получать хорошие институты, но и в Санкт-Петербурге. Высоцинская университет университет в России. университет входит из самых успешных в России. Университет в том, что университет в том, что в топ-15 национального рейтинга вузов и 1000 лучших вузов по версии международных рейтингов. Кроме того, стоит отметить, что в октябре 2015 года СФУ стал участником федерального проекта 5.100, который призван повысить конкурентную способность ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Анастасия, извините, пожалуйста, у меня просто возник вопрос по ходу, слушая вас. Алтайский край, пожалуйста. Я прошу прощения, что я вас перебиваю, просто мы идем в определенном жестком регламенте, и чтобы у нас все успели спикеры по времени, я прошу вас написать этот вопрос, мы обязательно на него ответим. Продолжайте, пожалуйста, извините. Хорошо, я с радостью отвечу на ваш вопрос позже. Переходим далее. Еще один миф о том, что добраться до Сибири очень сложно и долго. Действительно, для того, чтобы добраться, к примеру, до Красноярска из Москвы, требуется 4-5 часов на самолете, но поверьте, это того стоит, так как по приезде любой будет поражен красотой природы, и можно увидеть, что расстояние здесь от российской столицы практически не ощущается, разве что по часовому поясу. У нас обучаются студенты, которые не побоялись этих расстояний, решили приехать так далеко от своей родной страны. Известно, что расстояние способствует объединению тех, кто находится далеко от своей родины, и ребята объединяются в различные диаспоры и центры. Итак, с 2008 года на базе СФУ функционирует Центр дружбы народов, в который входит различное множество студенческих союзов разных национальностей. Есть и азербайджанские, армянские, китайские, иракские и многие другие союзы. Они проводят различные культурные мероприятия, направленные на адаптацию иностранных студентов в Сибири. И еще один популярный миф о том, что сибирские города значительно отстают по развитию по сравнению с развитым центром. Безусловно, Москва является столицей и передовым городом России, но остальные города, в том числе и сибирские, ничуть не уступают в развитии, также участвуют в прогрессе. К примеру, Красноярск является достаточно крупным культурным, образовательным, экономическим и промышленным городом Восточной Сибири. В регионе расположены очень известные на всю страну и даже в мире предприятия, как, например, производители алюминия «Русал», «Норильский никель», Красноярский завод цветных металлов и многие другие. Стоит отметить, что Сибирский федеральный университет был создан как ответ на вызовы регионального развития для подготовки высококвалифицированных специалистов. И на сегодняшний день у нас 22 института и 3 филиала, более 27 тысяч студентов, из них более половины иногородние, более 900 иностранцев, более 3 тысяч преподавателей. Также в СФУ работают 82 научные лаборатории, две из которых международные научно-исследовательские, такие как лаборатория биогеохимии и экосистем и лаборатория лесной геномики. Таким образом, я надеюсь, что я смогла немного рассказать о Сибири и развеять некоторые наиболее популярные мифы, которые возникают у студентов по поводу обучения здесь. Однако, безусловно, никакие рассказы не смогут дать более точного понимания, чем то ощущение, которое вы сможете получить, увидев своими глазами. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Анастасия. Вы знаете, интересный факт такой, на некоторых картах написано Россия и там же Сибирия. Мы сталкивались с тем, что когда мы приезжали, говорят, вы говорят, откуда, из России или из Сибири. И было такое интересное, поэтому у вас, конечно, есть определенные преимущества по сравнению с другими, потому что Сибирь уже изначально все наши иностранные граждане знают и могут сразу же ревнуться к вам. Но у нас есть еще и из Казанского университета русский язык как иностранный на практике Казанского федерального университета, тоже имеющий давнюю историю. И доклад будет вести Анастасия Александровна Коршунова, ассистент кафедры русского как иностранного, института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые участники конференции. Надеюсь, что видно и слышно мою презентацию. Так, секундочку. Я хочу представить вам Казанский федеральный университет. Это университет, который имеет действительно большую историю, и в настоящий момент это современный университет, развивающийся. Он входит в число самых популярных университетов, и в этом году наш университет вошел в рейтинг и получил рейтинг Куэст Старс 5+. В настоящий момент это первый российский университет, который имеет такой рейтинг. Наш университет привлекает большое количество иностранных студентов, и сейчас в нашем университете обучается более 11 тысяч иностранных студентов из 102 стран, и среди них, конечно же, есть студенты из Индонезии. Сейчас на экране вы можете видеть прием студентов в этом году. Безусловно, настоящая обстановка повлияла на приемную кампанию, тем не менее мы можем видеть, что более 3 тысяч иностранных студентов сейчас зачислены на первый курс. Обучение в настоящий период проходит в гибридном формате, и нам пришлось полностью пересмотреть наше расписание, для того, чтобы студенты из дальнего зарубежья смогли активно участвовать в образовательном процессе. Так, например, мы знаем разницу в часовых поясах с нашими студентами, и поэтому часть занятий ведется в удобное время для наших студентов. Наши студенты, иностранные студенты, обучаются на различных специальностях и программах. Наибольшей популярностью пользуются экономика, менеджмент, биология, медицина и, безусловно, филология и лингвистика. По словам, как я стараюсь, я хочу поговорить с вами о том, как мы обучаемые программы и мы общаемся с другими параметиками. И аспирантура. По программам бакалавриата представляются две программы, одна из которых, прикладная филология, это русский язык как иностранный с углубленным изучением иностранных языков и информационных технологий. Данная программа привлекает не только иностранных студентов, но и россиян. И она является действительно уникальной, так как в ней создан такой микс контингента, при котором российские студенты, которые действительно увлечены изучением своего родного языка, увлечены изучением других языков и культур, обучаются совместно с иностранными студентами. И поэтому каждый из этих групп, они действительно заинтересованы в общении друг с другом в образовательном процессе. И данный микс дает для них уникальный опыт межкультурной коммуникации. На эту программу у нас приглашаются, как я уже говорила, российские студенты и студенты иностранные, которые знают русский язык не ниже первого сертификационного уровня. Более подробную информацию потом вы сможете увидеть в данной презентации, которую, я думаю, мы оставим. Не буду акцентировать на этом вниманием. Здесь вы можете видеть основные предметы, основные курсы данной программы. На филологии сосредоточены, как я уже сказала, русский язык, литература, иностранный язык и информационные технологии. Мы понимаем, в какой период мы сейчас живем и как поменяла эта ситуация всю нашу жизнь. Поэтому своих студентов мы готовим к тому, чтобы они смогли в профессиональной своей деятельности активно использовать информационные технологии. Следующая же программа, которая рассчитана уже исключительно на иностранных студентов, это лингвистика. Русский язык как иностранный. Здесь студенты изучают русский язык и английский язык, особенности перевода и межкультурной коммуникации. На данную программу принимаются уже студенты с уровнем А2. И на данной программе у студентов есть такая проблема, как они объединяются в группы своих родных стран. То есть студенты, например, с Интонезии объединяются и общаются в основном друг с другом, студенты из Китая общаются друг с другом. И для нас было целью решить эту проблему, заставить студентов, ну как не заставить, а сделать так, чтобы было интересно общаться между собой, общаться с россиянами. Для этого мы активно иностранных студентов привлекаем к вне аудиторной деятельности, которая будет им интересна. Я более подробно о ней расскажу чуть позже. По этой программе бакалавриата, на ней, как я уже сказала, обучаются исключительно иностранные студенты, это дальние зарубежья. И основные дисциплины, которые здесь предлагаются нашим студентам, это разные аспекты русского языка, английского языка и переводы. Следующим этапом после бакалавриата, который мы предлагаем иностранным студентам, изучающим русский язык, это магистратура. Наша магистратура во многом привлекает иностранных студентов, в частности тем, что в 2017 году она получила международную аккредитацию. На этой программе также уже обучаются совместно россияне и иностранные студенты. Так, например, я закончила эту программу, у меня честь ее закончить. И здесь россияне, которые в дальнейшем планируют стать преподавателями ИРКИ, они курируют своих одногруппников, они им всячески помогают. И данная программа также показывает очень высокий уровень выпускников, которые далее конкурентно способны. После магистратуры студентам предлагается поступление в аспирантуру. Аспирантура уже у нас есть два направления для иностранных студентов, которые изучают русский. Это или непосредственно русский язык, филология, лингвистика, языкознание. Студенты, которые в дальнейшем планируют заниматься научной деятельностью, они поступают туда. И те выпускники, которые хотят в дальнейшем заниматься преподаванием ИРКИ или на территории Российской Федерации, или в своей стране, поступают на программу теории методик обучения и воспитания русский язык как иностранный. Такой комплексный подход к обучению, начиная с подготовительного факультета, заканчивая аспирантурой, действительно дает очень хорошие плоды и выпускники конкурентно способны. Как я уже сказала, что в нашем университете огромное количество иностранных студентов, и поэтому встает проблема о том, как общаться им с россиянами, как получать то необходимое общение, которое нужно для адекватного изучения русского языка, русской культуры. И для этого мы активно привлекаем студентов к неурочным мероприятиям. Для того, чтобы каждый из них смог найти для себя то, что ему нравится, то, чем он готов заниматься, где он сможет найти себе знакомых, друзей из России и из разных стран, нами осуществляется деятельность в четырех направлениях. Это профориентационные мероприятия, творческие, волонтерские и спортивные. Часть этих мероприятий происходит у нас ежегодно, студенты их всегда ждут, каждый знает то, что интересует именно его, они активно участвуют, в том числе и в подготовке. Я хочу вам сейчас показать некоторые из этих мероприятий по всем четырем направлениям. И так как, я думаю, вы знаете, что выпускником нашего университета является Толстой, соответственно, наши студенты проводят ежегодный флешмоб, читаем Толстого. В основном инициаторы данного флешмоба выступают именно иностранные студенты, они читают фрагменты из любимых произведений, отрывки из произведений Толстого, активно обсуждают его творчество, его произведения с россиянами, с другими студентами. Приходит также, мы привлекаем школьников к этому мероприятию, и в этом флешмобе участвуют те студенты, которые заинтересованы в русской литературе. Для тех студентов, кто в дальнейшем планирует преподавать, кто хочет попробовать себя в роли преподавателей, ежегодно мы реализуем праздник, который называется День родного языка. Здесь студентам предоставляется возможность представить свою страну и также поделиться той информацией, которая есть у них. Они, конечно, узнают много о России, но рассказать о себе они, безусловно, также хотят. И, как мы знаем, что когда мы изучаем любой иностранный язык, больше всего нас интересует именно та лексика и те единицы, которые касаются именно нас, именно нашей страны. Поэтому здесь студенты на русском языке рассказывают о своей культуре, о своей стране, устраивают различные игры и мастер-классы. На фото вы сейчас можете видеть, это был день посредственно китайского языка. Для тех студентов, кто заинтересован в спорте, таких среди иностранцев оказывается очень много. Мы предлагаем студентам и участвовать в различных командных видах деятельности, и представлять наш университет на различных соревнованиях. И ежегодно мы погружаем их в такую российскую действительность, наверное, моего детства и детства остальных русских людей. Мы выезжаем на поезд здоровья. Помимо того, что мы знакомим ребят с зимними забавами, им еще и предоставляется возможность доехать до этого места на электричке, попробовать чай из самовара и татарскую кухню. После данного погружения в такую российскую действительность у студентов очень много эмоций, и они действительно знакомятся с тем, как мы проводим время, как вообще, что можно делать зимой, потому что для многих из них зима — это время, когда они быстро-быстро бегут в университет и также быстро убегают назад в общежитие. Также среди иностранных студентов много тех, кто участвует в волонтерской деятельности, и наши иностранные студенты были инициаторами того, чтобы устроить флешмоб, устроить игру, которая называется «Дыши свободно». Данная игра проводится у нас уже в течение пяти лет, а в мае студенты предлагают всем вместо того, чтобы курить, поучаствовать в спортивной активности и в играх. Честно говоря, наши иностранные студенты заметили, что среди россиян много курящих, и поэтому это была полностью их инициатива сделать такую игру. Мы ее с радостью поддержали, и каждый год в мае она проводится. Следует отметить, что наши иностранные волонтеры очень поддерживают нас сейчас в такой период, когда некоторые из наших студентов находятся либо в больнице, либо на изоляции. Они осуществляют и информационную поддержку им, также помогают нам и развозить медикаменты, и продукты. То есть они активно вовлечены во всю деятельность университетом. И одно из самых ярких профориентационных мероприятий — это фестиваль калитоскоп языков и культур. Ежегодно мы с нашими студентами ездим в школу, которая находится в одном из отдаленных районов Республики Татарстан. И, как я думаю, вы знаете, наша республика — это многонациональная республика, в которой живут не только русские татары, но и башкиры, морейцы и так далее. Там наши иностранные студенты участвуют в мастер-классах, в которых дети знакомят их с культурой, языком, традициями различных народностей, которые проживают в Татарстане. А сами наши иностранные студенты чувствуют себя в роли преподавателей. Они проводят урок-мастер-класс по своему родному языку. Конечно, все представленные мной сейчас мероприятия представляют трудность для реализации в настоящий период. Тем не менее, с помощью программы Microsoft Teams, в которой мы сейчас осуществляем и образовательную деятельность в гибридном формате, там же мы и реализуем все наши внеаудиторные мероприятия, заменив их на совместные просмотры фильмов с дальнейшим обсуждением, на дебаты, на клубы по интересам. Таким образом, я хочу сказать, что целью нашего подготовки кадров является подготовка конкурентоспособных кадров, которые действительно имеют, помимо хорошего владения русским языком, умение работать в рамках межкультурной коммуникации и позитивное отношение к стране изучаемого языка, к народу и традициям. Я благодарю вас за внимание и предоставленную возможность представить наши университет. Спасибо. Благодарю вас, Анастасия. Много вопросов и к вам, и интересных вопросов уже начали задавать в чате и к другим нашим коллегам, но мы их зададим в конце и обязательно ответим. Поэтому я хочу сейчас представить следующего нашего докладчика. Это Сергей Алексеевич Кондратьев, заместитель и директора по учебно-воспитательной работе Центра международного образования Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. И доклад будет о возможностях обучения иностранных студентов в России. Пожалуйста, Сергей Алексеевич, ваш доклад. Добрый день. Спасибо. Спасибо. Презентацию видно? Да, все хорошо. Прежде чем начать свой доклад, хотел бы обратить свое внимание, что Сеченовский университет является старейшим медицинским вузом России и был основан в 1758 году. Наш вуз довольно многонациональный, обучающийся из более чем 90 стран, находится в нашем университете. Хотел бы сейчас остановиться немного на основных топовых направлениях, реализуемых нашим университетом. Сеченовский университет реализует все основные образовательные программы, такие как лицей предуниверсарий ВОНЖа, колледж, специалитет, бакалавриат, все уровни постдипломных программ, магистратура, ординатура, аспиратура. И, конечно же, основной интерес для иностранных обучающихся вызывает дополнительная общая образовательная программа, готов к поступлению в ВУЗ. Сейчас чуть подробнее остановлюсь на каждом направлении. Лечебное дело включает в себя более 50 кафедр. Более половины кафедр возглавляют научные сотрудники и члены Российской Академии Наук, Российской Академии Образования. Обучение на данном направлении проходит 6 лет. И для того, чтобы поступить на данное направление, студентам необходимо сдать химию и русский язык. Все по поводу всех дальнейших направлений, как туда поступить и в какие даты, я расскажу чуть больше. Стоматология. Директором института стоматологии является Ирина Михайловна Макеева. Она у нас сертифицированный лектор АйТОУ. Ирина Михайловна довольно много лекций читает в Европе. Исследовательские проекты студентов у нас возглавляет вице-президент Международной Ассоциации Стоматологических Исследований. Обучение на данном направлении проходит 5 лет. И для поступления также необходимо сдать химию и русский язык. Следующее направление – это фармация. Хотел бы отметить, что ботанический сад университета, который относится к фармацевтическому направлению, у нас зарегистрирован в Международном справочнике ботанических садов, издаваемом под эгибой ЮНЕСКО. Обучение на данном направлении проходит 5 лет. И для поступления также необходимо сдавать химию и русский язык. Программа магистратуры у нас реализуется на английском языке только 2, к сожалению, пока. Центр магистрских программ у нас довольно молодой, был создан в 2013 году. Основной целью создания центра было создание для того, чтобы подготовить новое поколение лидеров. Обучение в магистратуре у нас проходит 2 года. И программа, которая реализуется на английском языке – это общественное здравоохранение и лингвистика. Далее я хотел бы пару слов сказать про наш подготовительный факультет. Он у нас является одним из старейших направлений в нашем ВУЗе. Начинается с начала 60-х годов. Значит, подготовительный факультет у нас реализует 2 основные программы. Это 11-месячный и 7-месячный подфакт. На данный момент у нас идет набор, который начался 1 декабря и продлится до 20 января 2021 года на 7-месячный подготовительный факультет. На данном направлении студенты изучают такие дисциплины, как русский, химию, биологию и физику. Обучение на данном направлении поможет студентам не только поступить в наш университет и не только в наш в принципе, но и во все ВУЗы России облегчить, скажем так, поступление. Но и продолжать обучение на первом курсе с какими-то стартовыми знаниями по русскому языку, химии и биологии. На данном слайде изображена динамика прироста численности иностранных обучающихся. Можно видеть, что за 2 года количество иностранных студентов у нас увеличилось в 2 раза. Это обусловлено не только нашими рейтингами, скажем так, и престижем университета, но и богатой студенческой внеучебной жизнью. Университет очень заинтересован в адаптации иностранных студентов. За 2019-2020 учебный год нами было реализовано 58 проектов. Это в 3 раза больше, чем в предыдущих годах. Помимо 36 очных мероприятий, нами было впервые организовано 10 видеопроектов и 12 циклов вебинаров. Регулярно проводятся собрания с председателями землячества, активистами в виде воспитательно-профилактических бесед. В нашем курсе имеется 31 землячество. В каждом землячестве, скажем так, имеются свои отделы. Каждый отдел возглавляет свой лидер, который непосредственно курирует данное направление. У нас есть отдельное направление по тьютерингу. Ребята помогают в адаптации иностранных студентов на первом курсе, продолжают помогать на втором курсе. Тьютер у нас есть как на русском, так и на английском языке. Довольно богатая студенческая жизнь у нас. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. На данном слайде у нас изображена та малая часть мероприятий, которые мы организовываем. Традиционным за последние несколько лет у нас стал Сеченов Юнити Дейт, День народного единства. В прошлом году мы побили рекорды по мероприятиям. В Узовске у нас наше мероприятие посетило порядка 2000 человек в Сеченовском конгресс-холле. У нас были представители посольств, постпредств, представители других вузов. Конечно же, хотелось бы отметить Юнити Фудфест, фестиваль еды, который мы проводим два раза в год. Также посещают очень много студентов других вузов. Порядка тысяч человек у нас было на последнем мероприятии. Было запланировано несколько крупных мероприятий на эту осень у нас очных, в том числе как раз и Сеченов Юнити Дейт и Юнити Фудфест. Но, к сожалению, пришлось данное мероприятие перевести в дистанционный формат. Несмотря на то, что проведение данного мероприятия было довольно нестандартным, мы проводили мероприятия в онлайн-Ютубе, устраивали разные интерактивы, конкурсы. У нас порядка 1200 просмотров. После уже того, как ролик был сохранен и в режиме онлайн посетило более 600 человек. Хотелось бы, конечно, отметить на сильную спортивную сторону Центра международного образования. Наши студенты занимают везде, практически везде призовые места. У нас ежегодно проходят малайзийские игры. В прошлом году наши ребята из Малайзии заняли в общекомандном зачете второе место. В позапрошлом году третье. В прошлом году наши ребята, иранская волейбольная команда, стала чемпионами Москвы по волейболу. В общем, хотелось бы вкратце сказать, что нашим студентам не приходится текучать. На данном слайде изображены ссылки на то, где можно ознакомиться, нужно ли вам получать аккредитацию, нужно ли студентам получать аккредитацию, аккредитацию, прошу прощения, на старификацию. И вообще в целом, какие документы необходимы для подачи в ВУЗ. Данный слайд, наверное, будет полезен не только абитуриентам Сеченовского университета, так как порядок приема он един на территории России. И для того, чтобы подать документы в государственный университет на первый курс, студентам необходимо иметь нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык, также нотариально заверенный перевод документа об образовании на русский язык. Необходимо иметь нотарификацию, как я уже сказал ранее, по данной ссылке вы можете ознакомиться с условиями получения, и справку об отсутствии ВИЧ-инфекции, переведенной на русский язык. Для того, чтобы подать документы к нам в университет, вы можете зайти на официальный сайт Сеченовского университета, сеченов.ру, в разделе «Приемная комиссия» вы можете зарегистрировать свой личный кабинет и уже действуя инструкцией, подать документы на то или иное направление, которое вас больше заинтересует. Пару слов хотел бы сказать про миграционную поддержку. К сожалению, сейчас есть определенные изменения, ситуация довольно часто меняется, и в данный момент у нас те студенты, которые находятся на территории России, всячески мы им помогаем, у них проходит обучение. Те студенты, которые находятся за рубежом, они обучаются у нас в дистанционном формате. Обычно в спокойное время при подаче документов абитуриенту оформляется приглашение, и при успешной сдаче экзаменов и заключении договора оно высылается самому студенту, и далее студент уже заезжает по учебной визе. На этом мой доклад окончен. Спасибо за внимание. Большое вам спасибо, Сергей Алексеевич. И мы сегодня очень много имеем докладчиков, представителей. Я хочу вам показать сейчас карту, что в нашей стране действительно очень много индонезийцев, которые обучаются. Вот эти точки мне только, что прислал Вячеслав Александрович, это там, где учатся студенты из Индонезии. Посмотрите, практически по всей стране. Вот так вот. Поэтому двери российских учебных заведений по всей стране открыты, и каждый может выбирать то, которое будет ему максимально интересно, и если он решил связать с каким-то направлением свою жизнь, то он всегда сможет выбрать и даже сегодня задать вопросы. Вот эти вопросы появились. Ну, до этого один вопрос очень интересный Артему Гарину. Он делал доклад по поводу Миклуха Маклая, что он появился в первое упоминание русского в 1890-х годах в Индонезии. А вопрос заключается в следующем. Может быть, не все изучено, и задолго до этого, 1600-1800-х, русские тоже оставили свои следы здесь, в Индонезии. Но, может быть, мы просто пока об этом не узнали или ничего не обнаружили. Есть ли по этому поводу исследования? Это вопрос к Артему Гарину. Артему, пожалуйста, два слова, комментарии ваши. Да, здравствуйте. Еще раз благодарю. Да, спасибо за вашу замечательную вопрос. И, действительно, я должен предупреждать, что это важная вопрос, потому что это помогает подбирать свет на русско-индонезийную отношение. В этой области. Ну, и, в частности, хочется сказать, что действительно еще, например, в середине XIX века как раз-таки, например, русский писатель Иван Александрович Гончаров как раз-таки после плавания, во время плавания на своем фрегате, как участник на фрегате Палата, оставил довольно очень ценные записки о пребывании в Индонезии, которые также были переизданы, также заслуживают внимания. В частности, в Индонезии с индонезийскими ботаническими садами сотрудничало достаточное количество русских ботаников, которые также впоследствии внесли свой вклад в развитие науки и, возможно, исследование их трудов, которые находятся еще в архивах, в архивах также может пролить свет как на саму ботанику, так и на отношения в целом российско-индонезийские. Ну, естественно, сами путешествия Николая Николаевича Микуха к Маклая, они настолько объемны, что всегда, я думаю, можно найти что-то новое, и в частности, даже если прочесть тот же шеститомник, который будет переиздан в ближайшее время, там вы тоже можете найти аспекты, над которыми можно в будущем, вы хотите их развивать и еще больше работать. Спасибо большое. Ну, к Артему, не один вопрос. Видимо, тут еще один вопрос, очень интересный, именно касаемый культуры. И вот вопрос такой, какие положительные стороны вы считаете, стоит применять нам, индонезийцам, положительные стороны российской культуры применять нам, индонезийцам? Вот такой вопрос, что вы можете как прокомментировать, пожалуйста. Опять же, да, благодарю за вопрос. И опять же, тут лежит ответ отчасти на этот вопрос в путешествиях Николая Николаевича Миклуха Маклая, идеи которого, естественно, надолго опередили в свое время, в свое время, и в частности, мне кажется, что вот тот факт, что именно Николай Николаевич Миклуха Маклай стремился не то, что он стремился показать, познавать культуру, традиции и особенности быта других народов, и в целом пытался принять для себя что-то лучшее из них, и в то же время принести какие-то знания из своей культуры. Но в частности, мне кажется, что мы должны не то, что пытаться рассказать, какие наши черты должны кто-то принять, мне кажется, что мы должны принимать познавать просто-напросто культуру друг друга, чтобы укреплять отношения между народами. Потому что на отношениях между народами, естественно, это основная база и отношения между странами. Мы понимаем, что человечество многообразно, множество народов населяют нашу планету, и поэтому, естественно, мы должны, наоборот, больше познавать культуру друг друга, нежели пытаться как-то, например, мы вам расскажем, что вот вы обязательно должны у нас принять, или мы должны обязательно у вас принять. Так что, мне кажется, что это все взаимно. Да, Артем, вам большое спасибо. Ну, у нас страна многонациональная, и мы помним, что у Миклуха Макая, по моему мнению, идеологическое наследие, которое он оставил для всего мира, это о том, что люди всех народов и все расы равны. И мало того, что он это оставил, он же оставил это путем того, что благодаря своим исследованиям доказал, что некоторые, к сожалению, на тот момент воззрения ученых из Европы о том, что кто-то, кого-то можно считать более продвинутой расой, а кого-то нет, они оказались несостоятельными. И я поддерживаю вас, что, безусловно, не надо навязывать ни в коем случае другую культуру, но все же я считаю, что у русских много чего можно взять, и несмотря на то, что мы вот сурово смотрим так и никогда просто так не улыбаемся, мы всегда искренне дружим по-настоящему, если мы знаем, что к нам приходят с благими намерениями. Поэтому это очень то хорошее качество, которое есть практически у всех русских, я имею в виду не по национальному признаку, а всех тех, кто проживает в России, но мы сами понимаем, что все, кто проживает в России, для всех иностранцев это Russian, а, соответственно, русские. И я хочу также задать вопрос, уже переходим к техническим вопросам по поводу образования, потому что здесь есть вопрос от студентов, от желающих поступить, что я искал... ...к медикам относятся, не могли бы вы прокомментировать? Так, на связи. Услышали мой вопрос, подскажите, пожалуйста. Николай Николаевич, давайте я отвечу. Да, пожалуйста. Так как представительство сотрудничества является активным участником, я бы сказал, всего процесса, программа на Бахаса Индонезии звучит биосисва, да, и здесь ответ достаточно простой. Дело в том, что программа не подразумевает наличие как таковых стипендий для студентов. Программа позволяет получить бесплатный курс образования в российских вузах. Студент должен иметь возможность оплатить свое проживание, соответственно, там еще целый ряд трат, проезд, страховка. И студент получает небольшую стипендию, которую, как я обычно, по крайней мере, я обычно говорю, что стипендия покрывает его проживание в общежитии. Обычно он там получает стипендию и тут же отдает ее за проживание в общежитии. Они суммы сопоставимы абсолютно. Поэтому нет. Есть еще один нюанс, то, что касается медицинских программ. Министерство образования Российской Федерации настаивает на том, что в вузах, относящихся к системе Министерства образования, имеется в виду медицинские вузы, которые относятся к системе, входит в ведомственную принадлежность Министерства образования Российской Федерации, количество студентов не должно превышать 10% от общей квоты. Но послабление в данном вопросе состоит в том, что не все медицинские вузы относятся к Министерству образования. Существенная часть вузов, очень хороших вузов, относится еще к системе Министерства здравоохранения. Поэтому мы особо, никоим образом не ограничиваем студентов, если на самом деле, вот зная состояние медицины в Индонезии, зная востребованность высококлассных специалистов, которые, безусловно, готовятся в российских медицинских вузах, мы всегда особое внимание обращаем на тех, кто хочет идти по медицинским специальностям, в том числе фармацевтика, включая, естественно, фармацевтику и другие направления. Таких студентов у нас немножко больше 10% обычно, это где-то в районе 15-17%. И к ним мы относимся с неким особым пиететом. Я могу такую тайну открыть, вот мое предпочтение, это, собственно, два направления получения образования в российских вузах. Первое, это медицинские специальности, и второе, это филология. Потому как я считаю, это обоснованная уверенность в том, что филологов русского языка в Индонезии просто нет. Вот на сегодняшний день у нас, к сожалению, есть специалисты, которые берут на себя эту сложную, очень благодарную деятельность преподавания русского языка, но именно профессионалов глубокого проникновения в русский язык, филологию русского языка, их, к сожалению, нет. Поэтому максимальное распространение вот этих двух направлений в Индонезии, я считаю, что это очень перспективное направление деятельности. Спасибо. Спасибо. Да, большое спасибо, Александр Александрович. И у нас как раз несколько вопросов сразу же решилось и по поводу стипендии. И также есть вопрос к Казанскому университету по поводу, насколько я помню, сейчас, секундочку, позвольте мне посмотреть вопросы, потому что сыпется просто в прямом смысле этого слова. Так, секундочку. Так, есть программа CrossCulture Communication лекции будет прочитана на английском языке или на русском языках? Есть ли стипендия на эту программу и существуют какие-либо возвратные ограничения для программы стипендии? Подскажите, пожалуйста, это кому вопрос вот мне тут прислали? Ко мне, наверное, вопрос. Я успеваю отвечать еще параллельно в чат. У нас программа на русском языке, потому что студенты сначала обучаются на подготовительном факультете, если они не знают русский язык, потом обучаются непосредственно на русском языке. Обменные программы с некоторыми университетами существуют. Я сейчас уточняю как раз у своих коллег конкретно по Индонезии. Я оставлю здесь в чате ту почту, почту нашего отдела, которая отвечает за прием иностранных студентов, чтобы они могли написать все свои вопросы и также сайт этого отделения для того, чтобы смогли написать. Но обучение точно исключительно на русском языке. Если мы говорим о филологии, потому что здесь есть ряд программ, например, даже медицина, которая на английском, но филология исключительно на русском. Хорошо. И большое вам спасибо. Следующий вопрос. Я хочу спросить Людмилу Миллер о языке и культурном понимании. Даст ли это языковая семья, как индоевропейская, славянская и так далее? Больше преимуществ в отношении культурного понимания языка? Ой, прошу прощения, не понимаю тут вопроса. Вы знаете, вот мне непонятен вопрос ни на русском, ни на английском. Николай Николаевич, может быть, человек хочет спросить, имеет ли значение близость культур? Например, славянские культуры, да, или восточная культура и русская культура. Есть исследования, которые говорят, что в какой-то степени, но не имеет принципиального значения. Наверное, принципиальное значение имеет наша внутренняя готовность принять чужую культуру. Причем мы всегда объясняем нашим студентам и слушателям курсов проблем межкультурной коммуникации, что мы не должны нашего иностранного студента переделывать в русского. Он просто должен понимать, что вот у русских это так. И принимать это без протеста, без такого... Я думаю, что русским в Индонезии тоже очень многое кажется совершенно трудным, таким непонятным, странным, может быть. Но те люди, которые здесь живут и работают, они научились понимать, что у индонезийцев это так, и это хорошо, а мы немножко другие. Вот я бы так ответила на это. Спасибо большое. И вы знаете, вопрос уже может быть и к вам, если вы готовы на него ответить. В чем разница между федеральным университетом и государственным университетом? Вот в этом понимании, кто мог бы из наших коллег дать ответ? Подскажите, пожалуйста. Виталий Александрович, не знаете нюансов по поводу разницы между государственным и федеральным? Потому что это тот нюанс, который, я думаю, очень близок к пониманию. Насколько я представляю, ну, во-первых, это несколько разные ипостаси учебных заведений. Федеральный университет имеется в виду подчинение. То есть федеральным органам власти, да, имеется в виду тому или иному министерству, находится в ведении того или иного министерства. Соответственно, им осуществляется руководство. Назначение ректоров таких университетов осуществляет президент Российской Федерации. То, что касается другого варианта, по всей видимости, имеется в виду, что это региональные, входит в ведение, предположим, Республики Татарстан, Министерство образования Республики Татарстан. По-видимому, так. Ну, мне кажется, из названия очень близко и вероятно. Федеральный вуз является самым крупным вузом в регионе. Соответственно, если мы говорим, например, о Республике Татарстан, это Приволжский федеральный округ. Значит, на Республику Татарстан, Башкортостан, Самарскую область и так далее, это является крупнейшим вузом, который готовит кадры. В этом регионе. И федеральный университет образовывался, как в Казанске, так и, я думаю, остальные, на базе сразу нескольких государственных университетов. То есть это объединенная группа ранее существующих государственных университетов. И получается так сейчас, что федеральные университеты готовят кадры сразу по различным специальностям. Например, в нашем университете может быть вместе и медицина, это существовал ранее отдельный университет, и экономика тоже. Это было раньше отдельный университет. Не относящихся к, опять же, Министерству здравоохранения, да, и именно федерального прямого подчинения, и в то же время имеющие медицинскую кафедру. Этим похвастаться могут далеко не все университеты. Нам повезло сегодня с составом участников. Вы знаете, такой вопрос, уже вопрос от исследователя, индонезийского исследователя, который обнаружил, что в Санкт-Петербурге есть индонезийские рукописи. Рукописи, которые, по его мнению, невозможно прочитать из-за того, что нужно заплатить несколько евро за вход. Но здесь не написано, что точно нужно заплатить несколько евро. И вот хотелось бы, чтобы подобный доступ был бесплатным. Это вот вопрос. Ну, два момента я вам должен сказать. Во-первых, действительно, в России много музеев, в том числе Кунсткамера, например, старейший музей мира, который был действительно выделен как отдельный музей с отдельными залами и системой непосредственно экспозиций. А ранее все экспозиции хранились в отдельных залах, но отдельных музеев и отдельных зданий не строилось. Поэтому Кунсткамера действительно старейшая. И много других музеев. Все материалы в большинстве случаев сейчас оцифрованы. Насколько я знаю, что материалы точно так же есть в доступе абсолютно бесплатно, но при регистрации вы только можете это получить. Если есть какая-то оплата, мне это неизвестно, хотя мы обращаемся к источникам. Это только в случае, если вам требуется копирование с целью дальнейшего использования в материалах, как в научных статьях, так и если вы захотите использовать это в публикациях. Поэтому попробуйте зарегистрироваться в Санкт-Петербурге, в других городах России. Есть много материалов, действительно связанных с... которые были сохранены во время экспедиции наших исследователей, ученых. И много есть описаний об Индонезии. Есть что посмотреть однозначно. Но по поводу нескольких евро комментариев дать не могу. Я думаю, что в любом случае это будет доступно. Обращайтесь в наши музеи, вам будет доступно очень много интересной информации о том, как исследуется мир русскими исследователями, в том числе Индонезия. Какие-то вопросы у нас еще были, да, я так понимаю. И мы могли бы сделать пару комментариев, если они есть. Если кто-то хотел бы добавить что-то, мы сейчас можем это сделать. И будем потихоньку заканчивать конференцию, потому что по итогу конференции я прошу отправить еще вопросы на почту, для того, чтобы мы их передрессовали спикером, и вы смогли получить или ответ по почте, или же уже по итогу нескольких дней мы соберем все эти вопросы, сформируем и отправим вам, во-первых, сертификат об участии в этой конференции, а второе – это материалы. Материалы о проекте и материалы, которые будут, ссылки на наших партнеров, которые представляли учебные и образовательные учреждения, научные учреждения, с целью того, чтобы вы могли напрямую связываться. И вот вопрос еще один у нас появился. Как отношение образования между Россией с Папу-Новой Гвинеей, которыми Кухмакай был? Ага, понятно. Хороший вопрос. Но я думаю, что мы можем ответить на него. Значит, и здесь вопрос от наших Папу-Новой Гвинеевских партнеров и друзей. Я так понимаю, что они с нами на связи. Сейчас здесь очень приятно. И как можно получить, я так понимаю, образование, вопрос заключается в том, для Папу-Новой Гвинеевцев в России. Студенты из Папу-Новой Гвинеи на данный момент изучают русский язык. И есть русский язык. Вы знаете, я вот... Мне тут вопрос сформировали. Евгения, это вы писали мне вопрос, да, я так понимаю? Тут просто два вопроса в одном. Но вот первый вопрос по поводу того, что тут есть фонд Микуха-Макая. Это к нам вопрос. И сейчас в Папу-Новой Гвинеи есть фонд Микуха-Макая. Да, Папу-Новой Гвинеи фонд Микуха-Макая представлен. Мы подготовим там совместно, кстати, с Петербургским университетом путей сообщения. Мы проводили обучение русскому языку очень успешно. У нас тысячи, в прямом смысле, людей записались на обучение дальнейшее. Но сейчас вот блокдаун не позволяет реализовывать все эти программы. Что мы делаем дистанционно в плане подготовки. Людей, которые хотят обучаться русскому языку, недостаточно, конечно. Но на сайте нашего проекта «Российские деятели науки и культуры» некоторые все-таки задания по русскому языку есть. Это, безусловно, недостаточно. Но с которыми можно ознакомиться для того, чтобы хотя бы немножко к этому прикоснуться. Также мы сейчас подготовили на русском и английском языке видеофильмы, которые можно смотреть. Это также в рамках проекта. Они короткие, по несколько минут, но позволяющие познакомиться с поэзией Пушкина на английском и на русском языках. Если говорить о целях фонда в Папу-Новогвине и провинции Папу, я вам сразу скажу, что наша миссия – это сохранение традиций уважения к культурному миру и выстраивание мостов дружбы в области культурной и гуманитарной. Потому что я считаю, что это самая главная основа, на которой можно строить и другие уже и бизнес-отношения, и основой, конечно же, для того, чтобы мы понимали друг друга, является и уважение, и знание наши, которые позволяют, благодаря тому образованию, которое мы получаем, в том числе и в России, понимать те ценности, которые пропагандирует каждый народ. Которые во многом очень схожи с общечеловеческими ценностями, которые есть в каждом из нас. Поэтому сейчас мы не проводим активных программ по русскому языку, но мы будем проводить. И вот Виталий Александрович Глинкин, он занимается как раз подготовкой некоторых Папу-Новогвинейских студентов для того, чтобы они смогли обучаться в России. И в этом плане ему большое спасибо. Сейчас не очень много мест выделено, но если мы будем обращаться, то этих мест будет больше и больше. С Папу-Новогвиней мы начали работать только вот буквально недавно. И очень хорошо, что такой большой отклик, такой большой интерес. Виталий Александрович, два слова, комментарии по поводу Папу-Новогвиней и провинции Папуа. Спасибо, да. То, что касается Папу-Новогвиней, прежде всего. У нас на самом деле выделена одна квота. Пока я бы старался воздержаться от расширения этой квоты, количества квот, по одной простой причине. Очень сложно наладить вопросы, я так скажу, такой бизнес-язык, логистики. То есть все-таки процедурно, бюрократическая процедура оформления кандидатов, она весьма сложна именно, как сказать, в вопросах подготовки документов. То есть требуется постоянный контакт с кандидатом, от него требуется определенный комплект документов, который должен быть переведен на русский язык. Это тоже все кандидат должен оплачивать, он должен получить визу, сопутствующие документы. И вот это вот сложно. У нас вот я в стране работаю пять лет, немножко больше, и за пять лет, ну не получилось у меня все-таки вот ни одного кандидата оформить. То кандидаты пропадают, то ему перевезти негде, не решен вопрос, кто будет выдавать визу, потому что это достаточно тоже сложный вопрос. В Папуа-Новой Гвинеи нет ни консульства, ни посольства, естественно. То есть это сложновато пока. Если среди наших друзей, которые живут в Папуа-Новой Гвинеи, найдется человек, который готов вот скажет, что я готов быть постоянно на связи, я готов поехать, я готов все сделать и приложить все усилия, я буду только рад. Пусть напишет, я вот сейчас в чате оставлю наш e-mail, и мы будем очень рады его взять в работу и с ним сотрудничать и пройти вот весь этот путь. Очень сложно пройти первый раз этот путь, потом проще. Вот. То, что касается наших друзей из провинции Папуа, здесь немножко проще. У нас есть, там есть институт иностранных языков, с которым мы работаем. Это частный институт. Тем не менее, они уполномочены губернатором провинции заниматься этими вопросами. Там есть несколько, к сожалению, всего лишь несколько наших выпускников, которые, тем не менее, весьма активны, настолько активны, что они создали там курс русского языка в этом институте. И они активно это все ведут, это сложно, это очень такое, как сказать, непростое дело в тех условиях. Тем не менее, они этим занимаются. Там сейчас открывается университет, на котором будет, кстати, вот мы с Николаем Николаевичем говорили, там будет кашетра антропологии имени Миклуха Маклая. И все-таки решился вопрос такой, да? Ну, вроде да. Все-таки они... Мы продвигаем это, потому что мы хотим сохранить историю. Мы хотим, чтобы люди знали об этом. Мы же с вами понимаем, что вот исторические изыскания – это хорошо, узкий круг специалистов – это тоже замечательно. Но вот чтобы люди, скажем так, при упоминании имени Николая Николаевича Миклуха Маклая не делали круглые глаза – это большая работа. И людям простым в Папуа-Новой Гвинея, причем на всем острове, это имя далеко не всегда что-то говорит. Поэтому вот мы этим и занимаемся. Когда мы увидим радостную улыбку при упоминании Миклуха Маклая, считайте, что мы жизнь прожили не зря. Вот поэтому, в общем и целом, работа строится на том, что мы должны добиться распознавания. Не просто Россия – матрешка, балалайка Путин, но Россия – это университеты, Россия – это поддержка, Россия – это сильная страна. В этом отношении, конечно, нам еще предстоит работать. Но вот то, что касается провинции Папуа, здесь есть обнадеживающие результаты. Я еще раз говорю, когда мы в прошлом году 11 человек отправили, я вот вздохнул с облегчением. Было 2 человека на всю провинцию, теперь будет 13. В этом году у нас тоже несколько человек поступили. Вот вопрос, конечно, к вузам. Как вот именно сейчас у вас идут занятия с индонезийцами прежде всего? Насколько вы считаете это все эффективным? Потому что у меня очень большие вот сомнения, вопросы. Не знаю, как это сформулировать правильно, оптимистично. Все-таки ситуация очень непростая в этом вопросе. Спасибо большое. Кто мог бы дать ответ насчет, Виталий Александрович? Я так понимаю, что это же вопрос, да, все-таки к нашим вузам? Ну да, да, да. Это скорее… Ну, он, можно сказать, невысказанный, конечно, вопрос. Я не то, чтобы хотел допросить наши вузы. Я понимаю, что они тоже очень беспокоятся по этому. Но вот когда сейчас стал вопрос о том, что будет сейчас сессия, зимняя сессия… Понимаете, вот моя позиция по отношению к индонезийским студентам – это как мои дети. Потому что я за каждого переживаю. Я помню, два года назад мы отбивали индонезийцев от Якутска. Там просто есть компания, которая отправляла в Якутск индонезийцев. За что, не знаю. Вот такая нелюбовь у них была. И я их перенаправлял в более южные районы, чтобы хоть как-то люди вернуться могли. Поэтому это очень, конечно, непростой вопрос. И мы очень болеем, потому что многие из тех, кто поехал, они проходят сначала курс русского языка у нас. Они начинают говорить, я им обычно объясняю, что курсы… attend preparatory courses, and I try to explain that they need, that you need them to be more fluent in Russian. So, at least you won't be lost at the airport, because… Я уже не говорю провинцию Папуа, где 400 языков. И они абсолютно не похожи на Бахаса Индонезии. То есть это не русский, украинский, болгарский. Это скорее суахили и русский язык. Это совершенно разные. И все они очень сложные. Поэтому за них мы болеем. И, конечно же, очень бы хотелось понять, как сейчас и как вообще вузы планируют сессию принимать. Тоже онлайн. В том числе медики. Я понимаю под фак. Я понимаю, что это подготовительный факультет. Но на подготовительном факультете все-таки есть и специализированные предметы. Спасибо большое. Извините. Да, большое вам спасибо. Я, если позвольте, комментарий по поводу Папуа Нового Гвинеи дам. Дело в том, что у нас работает российский кабинет. Он находится в Российской национальной библиотеке. Открывался он в том году. И в течение года он функционирует благодаря руководству национальной библиотеки Папуа Нового Гвинеи, которая находится там. Там есть вся литература, все книги на русском и английском языках. С этим можно знакомиться. И в случае необходимости вы можете через этот кабинет, российский центр, отправить необходимую информацию к нам в фонд. Если вам будет требоваться перевод, мы его обеспечим на русский язык. Если вам будет требоваться информационная поддержка, в какой вуз и каким образом лучше поступить, мы также это обеспечим. То есть на начальном этапе, Виталий Александрович, если вы не против, мы некоторые вещи с нашими Папу Нового Гвинеискими друзьями подхватим и будем давать уже максимально готовую информацию. Но, разумеется, исходя из того, что пока сейчас квот немного, мы не можем говорить о том, чтобы десятки и десятки людей обучалось в российских вузах. Но если будут заявки, соответственно, квоты будут увеличиваться. То есть Виталий Александрович будет видеть, что их больше, и будет подавать заявки на увеличение квот, и, соответственно, они потихоньку будут увеличиваться. Но русский язык, что я обратил внимание, что в Индонезии, что в Папу, в провинции Папу Нового Гвинеи, практически те, кто учат, они говорят без акцента. Это вот есть такая особенность. Это уже нам приятно слышать. И вопрос, значит, по поводу, соответственно, со стороны фонда мы скидываем сейчас вам имейл, куда вы можете в случае необходимости отправлять и вопросы, и касаемо Папу, провинции Папу и Папу Нового Гвинеи. Хорошо. Так, и вопрос такой, могу ли я следовать или участвовать в проектах вашего фонда? Конечно, можно. Ну, во-первых, все эти проекты мы в основном сейчас делаем онлайн, это большой плюс. Очень много мы делаем публикаторских публикаций. Эти все публикации, они уникальны. Мы, соответственно, их подготавливаем совместно со специалистами. И вы можете начать с того, чтобы их распространять, получать информацию больше о наших программах. И в любом случае написать письмо на наш адрес, и мы начнем сотрудничать. То есть в этом плане мы со всеми открыты. И если у нас еще вопрос, давайте на заключительный вопрос на сегодняшний день мы ответим, а дальше уже будем дистанционно рассылать. Я хотел также попросить, пока вы готовите заключительный вопрос, Евгений, вы, наверное, отправите мне его, да, я его оглашу. И я хотел бы попросить вас посмотреть нашу группу «Российские деятели науки и культуры» в Фейсбуке. И, возможно, начать более активно общаться там, в комментариях, задавать вопросы, а может быть и сделать репост нашей страницы, для того, чтобы мы знали, кто сегодня у нас участвовал на конференции, потому что нам сразу же будет это видно. Ну и, соответственно, нам будет легче уже в дальнейшем общаться, потому что все-таки на данный момент социальные сети дают возможность оперативного общения очень быстро. А дальше уже и учиться в Россию можно будет более просто поехать. Итак, заключительный вопрос у нас. Когда у нас закончится локдаун? Ну, когда закончится локдаун, это вопрос очень хороший. Я должен сказать, что есть большой плюс, вы знаете, у нас вот всем нужно ходить в масках, а вот обратите внимание, мы-то сейчас без масок с вами, потому что дистанция больше, чем полтора метра, очень большой плюс. И соединяемся со скоростью интернета с каждым. Поэтому я хочу пожелать, чтобы мы все-таки были здоровы в первую очередь. Все эти болезни у нас, мы переживем, и они отступят. И смотреть надо, конечно же, на то, что у нас впереди ждет очень много интересного. И очень приятно, что с российскими вузами мы сможем начать сотрудничать настолько. Индонезийцы, наши друзья, и Папула, и Новогвинейцы, из провинции Папула смогут у нас сотрудничать. Зная, кто за этим стоит. Большое спасибо, огромное спасибо спикерам, потому что действительно и ваше время, ваши подготовленные презентации. И те вопросы, которые мы сейчас получаем, говорят только об одном, что действительно интерес очень большой. И у нас более 300 человек зарегистрированных, которые на эту конференцию. Все они получат у нас материалы. Поэтому большое спасибо. Я хотел поблагодарить каждого из выступающих, поблагодарить наших переводчиков, синхронистов, которые обеспечивают... ...это очень тяжелый и тяжелый и тяжелый, я понимаю. ...это его действительно не просто профессионализм, а за возможность действительно сразу же, сразу же напрямую с ним начать общаться и поехать в Россию, получить квоту. Если что, то это к Виталию Санчу. Он вам все сделает абсолютно. Он даже машет рукой. Вот. Большое спасибо, потому что именно благодаря Российскому Центру науки и культуры со стороны Индонезии мы и проводим эту профессиональную конференцию, разумеется, с поддержкой нашего посольства в Индонезии. Я тогда объявляю конференцию закрытой и поздравляю с тем, что она прошла настолько успешно. Мы будем с вами на связи. Все материалы мы вам вышли. Всего доброго. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok